поют, сами стихи рассказывают. Просто обалденные люди. Ну что, друзья, всех приветствую. На связи Андрей Алисеев и Анастасия Межуева. Сегодня мы с вами немножко пообщаемся на тему пассивного дохода в интернете. Что такое потоки, какие нахрен потоки, зачем они нужны. То есть и так там весь Оренбург затапливается, зачем нам еще какие-то потоки. А тут, в принципе, тема немножко другая. Тема такая, что вы можете свою жизнь улучшить за счет того, что организуете себе пассивный доход. Ведь вас этому никто не учил. И, соответственно, нужно учиться. Век живи, век учись. Умирать собираешься, а поле засеивай. То есть, внимание, друзья мои. Умирать собираешься сегодня или завтра, или послезавтра. А сегодня будь добр, засеять поле. Видите, наши предки какие мудрые были. Во-первых, не факт, что ты, даже если ты собираешься, не факт, что ты умрешь. А во-вторых, будь добр, сегодняшним делами позанимайся сначала. А вот там Бог рассудит, кому сколько отведено. Поэтому так жизнь интересно устроена, что на данный момент учиться, учиться и только учиться. И, конечно же, особенно тому, чему вас не учили. И особенно тому, что может привести вас к финансовой свободе, что самое главное. Ну что, начинаем. Что же такое сообщество? Что же такое потоки? Что же такое вообще такие интересные возможности в интернете? Давай, Настя, сегодня мы расскажем. Вот, сегодня тебя вроде отлично все слышно, видно, вообще прекрасно, насколько я вижу. Вот, давай, начинаем. Вот, ты мне будешь пока задавать какие-то вопросы. Иногда помогать мне на них ответить, если я вдруг не справлюсь. В прошлые выходные мы провели такой же с тобой эфир, но ты мне задавал вопросы. И поэтому сегодня хочу я это делать, а не ты. Поэтому, Андрей, у нас будет такая, у меня будет такая возможность, честь, задать лидеру вопросы. Я, безусловно, очень хочу этим воспользоваться. Я же пуговичку застегну, у меня уже... А где галстук? Нет, галстук нам не надо. Зачем нам эти удавки на шею? Точно не говори. Сегодня я в другом. В общем, да, будет у нас длить вопрос и поехали. Первое, что бы я хотела узнать, и, наверное, все участники нашего сегодняшнего созвона презентации тоже хотели бы узнать. Вообще, что такое фонд, что такое сообщество. Немножко в двух-трех словах о тебе, как ты сюда попал, как вообще докатился до такой жизни. В общем, что такое сообщество для тебя и как ты сюда попал. Ой, сколько много сразу вопросов. На каждое из них можно по часу, наверное, отвечать. Ну, давайте начнем. Шел конец 2017 года. На тот момент я уже, наверное, лет 10 занимался своими собственными бизнесами. И последний бизнес, в котором меня застало сообщество, это было туристическое агентство. Был декабрь месяц, очень жаркий месяц во всех туристических компаниях, потому что люди планируют себе отдых на Новый год. Всевозможные там, если где-то активные школы планируют выезд классным руководителем вместе с целым классом куда-нибудь, не знаю, там на Новый год в Питер, Москву, там еще что-то, да. То есть у меня все это кипело, вертело. И тут приходит мой знакомый и говорит, слушай, Андрей, тут тема какая-то есть. Кнопочку нажимаешь, деньги получаешь. Я улыбнулся, говорю, ну давай, посмотрим, что за кнопочка твоя. В этот же день, внимание, зарегистрировался. В этот же день я создал свой первый поток, можно сказать, пассивного дохода. Тогда это не назывался поток. Тогда это просто был один алгоритм. Но мы еще тогда, как сообщество, не сформировали такие финансовые инструменты, которые есть сейчас. Но, тем не менее, уже в этот же день я нажал первый раз волшебную кнопку, которую сейчас мы про нее все рассказываем. Эта кнопка меняет жизни людей, потому что дает возможность иметь стабильный пассивный доход. И причем настоящий стабильный и настоящий пассивный доход. И с тех пор я начал изучать наше сообщество, погружаться в него, знакомиться, ездить, общаться. Потом уже принял решение проводить презентации. Сначала в офлайн, и сейчас мы уже в онлайне проводим презентации. И те, кто участники с 2018 года, те активно меня помнят, в том числе и по проведению оффлайн-презентаций. Мы в Новосибирске очень много презентаций проводили, встречались. И в ВКонтакте тогда очень прям бум был. Тогда еще Телеграм был слабенький. А сейчас вообще все перешло в основном в Телеграм. И, конечно же, моя жизнь стала меняться к лучшему. Как? Очень просто. Первое, что я сделал, конечно, весь декабрь я не разбирался. Я тупо нажимал кнопочку и начислял себе деньги. Но когда стали новогодние каникулы, я стал разбираться. Что это за такая халява людям дана? Что за сообщество? Для чего она образовала? Кто ее создал? Мне всегда интересно, потому что за любым великим делом стоит человек. Мне всегда интересен личность. Личность человека, который стоит за конкретным делом. И идея, для чего это сделано. Если бы это было сделано о том, как коммерческий проект чисто срубить бабло, это меня бы не сильно, наверное, заинтересовало. Но в связи с тем, что у меня уже была определенная база знаний, я уже знал, что такое мировая финансовая система, как она устроена. То есть у меня уже был период в жизни, где я этим и интересовался очень хорошо. И для себя в голове уже поставил все, как говорится, книжки на свои места, на полочки. Они были прочитаны и, соответственно, знания были загружены в голову. И после того, как я увидел вот это потрясающе интересное видео, благодаря Дмитрию Васадину, что он в Монако всех собрал тогда, и в течение нескольких часов выложил все ценности, еще раз напомнил где-то ценности, для чего создано сообщество. То есть буквально часовое видео меня очень сильно зацепило, потому что если раньше в режиме теории я знал, что такое мировая финансовая система, то я не знал, что с этим делать. То есть у меня не было до конца пазла сложено. То есть я понимал, что мы живем в этой далеко не гармоничной системе, но я не знал, что с этим делом. А здесь я встречаю человека, который уже это делает. И оказывается, он пять лет думал до того, как начать это делать, еще два года ждал, чтобы смена эпох были, по сути дела, чтобы сообщество стартовало в эпоху Водолея, друзья. То есть с 2006 по 2011 Дмитрий Васадин только думал и стартанул только в 2013, еще два года целых. Семь лет в итоге, с момента появления у Дмитрия Васадина финансовой абсолютной свободы, с момента задумки до момента реализации старта, семь лет прошло, друзья мои. Кто из вас способен семь лет, будучи в состоянии абсолютной финансовой свободы, ходить и вынашивать идею, ее трансформировать, записывать, создавать, моделировать, а потом ее еще и начать реализовывать. Таких людей немного вообще по жизни, и таких людей на планете, наверное, меньше даже одного процента. Вот, поэтому я встречаю человека, который уже это делает, и причем это делает уже не один год, и вот как раз в 2016 году изложил всю концепцию, вот, саму философию. Поэтому этот ролик назван «Философия сообщества», да? То есть для чего, почему, зачем? И это меня так зацепило, что я первым делом поставил себе цель – это встретиться обязательно с Дмитрием Васадиным, познакомиться, посмотреть на этого интересного человека. Я ее осуществил. Вот. И второе, что я себе поставил – это огромное желание начать топить за сообщество, да? Вот. Что, в принципе, я и делал. Иногда это я делал на лидерских позициях, иногда я уходил в офлайн, потому что у нас еще были периоды, когда была трансформация в денежные потоки непосредственно, надо было, ну, родить. Не сразу же за один день родишь ребенка, да? Надо 9 месяцев поносить его в себе, надо его слепить. Так же и сообщество. То есть оно лепилось, лепилось, и оп, и шедевр получился, да? Ребеночек родился. Так и здесь. Вот родились денежные потоки вот 4 года назад, вау. И сейчас мы просто балдеем от этих денежных потоков, наслаждаемся и, конечно же, меняем свою жизнь к лучшему. Но до этого пришлось сообществу потренироваться, попробовать другие инструменты, сделать выводы определенные, что надо людям. Оказывается, еще люди имеют, кажется, свою определенную долю обратной связи, да? То есть ты можешь людям шедевр дать, берите, а они скажут, не, мы не возьмем это. Мы не понимаем, либо еще что-то там, либо сложно, либо просто, наоборот, слишком. То есть людям надо дать то, что они способны взять, да? А это тоже надо еще нам найти, что они способны взять. И причем они должны это взять и пойти с этим свою жизнь, жить эту жизнь, и в идеале, чтобы они контактировали с этим каждый день и меняли свое мышление к лучшему. Да? А вот задачка такая интересная, да? Вот эту задачку получилось Дмитрию Васадину решить вот за вот эти несколько лет, с 13 по, считаю, по 18-19 года. И вот родились наши прекрасные инструменты, психологические, математические алгоритмы, которые работают по сей день, вообще мега крутейшие вещи, которые позволяют каждому участнику нашего сообщества иметь деньги каждый день. Поэтому на данный момент мой путь в онлайн, это пришло через сообщество. Вот я немножко, я не видел как бы той ниши какой-то. То есть так интересно, лично во мне устроено, что для меня нужна глобальная идея. То есть даже самая суть деньги меня сильно не мотивирует. Мне интересна идея, мне интересны люди, мне интересна трансформация людей, мне интересны духовные победы этих людей, мне интересно, вот это мне интересно, вот это мотивация у меня. Поэтому вот куча говорила инфо-цыган, там, да найдите нишу, давайте копать в этой нишу. У меня все было для того, чтобы и нишу найти, и начать что-то. Но вот идеи как таковой глобальной вот такой не было, да? Тут я встречаю человека с такой обалденнейшей, крутейшей идеей, которая настолько насущная идея, что она каждому человеку нужна здесь и сейчас. Представляете? Вот здесь и сейчас. И причем она объединяет и знания, и деньги, и все сферы жизни человека, для того, чтобы вы просто кардинально могли перезагрузить свою жизнь к лучшему. Поэтому на данный момент, на то время я принял решение развиваться в сообществе. Когда-то я развивался как лидер, потом у меня был период, я переехал в Крым, у меня период оффлайна был, вот, я подписал контракт, и три года не мог как бы выйти в онлайн, светиться нельзя было. Вот, поэтому, как контракт закончился, я опять вышел, можно сказать, в онлайн, и очень хорошо, что это получилось вместе с Сергеем одновременно, и мы как-то обратно, может, те старые участники, которые нас еще с 17-18 года помнят хорошо, они очень обрадовались, вот, и мы обратно стали, кажется, топить, топить за сообщество, вот. А до этого мы как участники нажимали кнопочку, то есть все как обычный участник, то есть, вот, поэтому рекомендую вам не подписывать оффлайн-контракты, вот, а быть в сообществе, это мой определенный путь, да, у Сергея свой был путь, вот, и здесь развиваться, сейчас здесь есть все реально, вот о чем мы мечтали 17-18 года, сейчас есть здесь, и просто берите, и мы сейчас с Анастасией все внимательно расскажем, что здесь есть, и как этим пользоваться. Да, спасибо, Андрей, большое, действительно, сообщество, это объединение людей, людей, которые живут одной идеей, главная идея стать финансово независимым, избавиться от проблем до уголки, и просто быть счастливыми. Мы здесь все с одной целью, с одной идеей, поэтому хорошо друг друга понимаем, хотя пути у всех абсолютно разные, да, ты пришел вот таким путем, я другим там, и любой другой участник своим, только своим путем. Итак, что же это за волшебные такие кнопочки, которые вынашивались много-много лет, и сейчас делают каждого из нас счастливыми. Давай, Андрей, поговорим о каждой кнопочке отдельно, да, и самая такая понятная для новичка и простая кнопочка, это, наверное, быстрая кнопочка, быстрые потоки. Вот расскажи, пожалуйста, подробнее, что за такой быстрый и супербыстрый поток, что они дают и как работают. Хорошо, я расскажу давай про обычный быстрый поток, а ты не поможешь, расскажешь про супербыстрый, хорошо? Хорошо. Вот, и мы действительно быстрый поток, несмотря на то, что у нас есть специальный поток для новичка, но, как показала практика, опять-таки, мы пляшем уже от практики. Вот новичку очень просто понимание приходит к быстрому потоку, и неважно, он вообще не из оффлайна пришел, он там хайпер, он там матричник, он там еще кто-то, да, сетевик просто продуктовый, да, но быстрые потоки все очень быстро раздупляются, быстро все понимают, и это линейные инвестиции, это очень похоже где-то на, переплетается с банками, да, вот эти все депозиты. Оранжевая вкладочка, которую вы увидите в своем кабинете, кстати, если у вас еще нет кабинета, то обязательно возьмите ссылочку у своего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию, зарегистрируйтесь, регистрация вас ни к чему не обязывает, но зато будет у вас кабинет, будут цифры, таблицы, проценты, почитайте, подумайте, задайте вопросы вашему пригласителю, либо лидеру. Если уже у вас нет пригласителя, можете писать, вот, пожалуйста, Анна Стасии, хотите мне. Список лидеров скидывает также еще у нас бот в чате, выбирайте любого, это очень важно в начале своего пути, и, конечно же, начинайте развиваться, начинайте с малого, но и неуклонно поставьтесь, проработайте с лидером, со своим пригласителем цель, и неуклонно идите к этой цели. Вот это самый важный момент. Когда мы ставим цель, мы становимся цельными, то есть целыми, целыми становимся, да, вот, и начинаем идти или катиться, как колобок, он катится, он становится, как колобок, и начинает катиться к цели, да, ему просто. Вот. И на данный момент очень важно поставить себе цель. Быстрый поток – это быстрые деньги. Деньги на каждый день. Это оранжевая вкладочка, называется BP, быстрый поток, в нашем кабинете, который мы видим каждый день. Нажимаем на кнопочку быстрого потока мы тоже каждый день. Быстрый поток так устроен, что мы производим начисления каждый день. И, допустим, на сегодняшний момент быстрый поток дает нам от 5 до 20% доходности. Минимальный заход в быстрый поток у нас от 3000 до 900. Всего 17 номиналов у нас в быстром потоке. На обычном быстром потоке, про который я сейчас говорю, который работает 30 дней, начисление происходит каждый день. По сути дела, одна тридцатая часть от этого потока мы начисляем каждый день вместе с прибылью, за которую мы получаем за счет потяжки к нашему потоку криптовалюты и каренсии, конечно же. И таким образом мы уже эти деньги можем вывести на сберкассу. Сберкасса – это наш криптовалютно-платежный сервис и использовать непосредственно либо в других потоках, либо вывести на жизнь. Поэтому быстрые потоки – это очень интересные потоки. Приведу пример. Допустим, вы приняли решение открыть быстрый поток на 30 тысяч. Там ориентировочно доходность будет где-то около 12% в среднем. Я образно говорю, там, может, 13%, неважно. Вы суть поймите. Когда суть поймете, проценты подтянутся, как говорится. И начисление у вас будет тысяча, пускай 1100 в день. Нажимаете на кнопочку – 1100 капнуло. Завтра – 1100. Послезавтра – 1100. И так вот 30 раз нажимаете, и по концовке у вас получается 33 тысячи, допустим, или 34, неважно. То есть у вас, по сути, за месяц 12% капнуло на ваш быстрый поток с вашего депозита. Вы параллельно можете использовать не просто начисления линейные, а можете эти деньги запустить еще в другие номиналы потока. У вас уже начнут работать сложные проценты. Но это уже дальше командное обучение, это уже дальше нужно развиваться вместе со своим пригласителем, лидером и дальше, как говорится, глубину. Сначала надо научиться плавать, а потом нужно спускаться на глубину, нырять. Но для этого надо научиться держаться на воде и плавать. Поэтому научитесь сначала держаться на воде и плавать, разберитесь с потоками, а потом начинаете копать глубину вместе с вашим пригласителем и лидером. Это обычный быстрый поток, который работает 30 дней. Потом мы его можем перезапустить, либо выбрать другой номинал, либо в этом же номинале перезапустить. И так мы можем по 30 дней крутить их вечно, столько, сколько мы хотим. Сами выписывая себе премию. Не надо к начальнику идти челобитную бить. Берем и сами себе выписываем премию от 10, 20, 15 процентов, в зависимости от номинала. Вот, в трех словах. Да, вот Андрей сказал о том, что похоже на банки. Действительно, только самое главное поймите, что банк нам даст 15 процентов годовых, а быстрый поток нам даст 15 процентов каждый месяц. Лично я быстрые потоки использую каждый свой аванс и каждый день заработной платы. Те деньги, которые я трачу так и так на продукты каждый день, я их пропускаю через каждый аванс, каждую зарплату закидываю, например, на 30-40 тысяч рублей в быстрый поток. И каждый день те деньги, которые я завтра пойду потратить на продукты, на оплату школы, секции детям, я снимаю с кассы. Это не надо ждать 30 дней, вот Андрей сказал, 30 дней капает. Не нужно ждать 30 дней, ты можешь снимать свою одну 30-ю часть потока плюс одну 30-ю часть прибыли каждый день. Вот я каждый день снимаю, ну не через день, и на эти деньги, на ту же самую свою зарплату или ван, только приумноженные на 20 процентов, там 15, иду так же трачу. Правильно, сама себе выписываю премию. Это обычный быстрый поток. Еще существует супер быстрый поток. Он, в отличие от обычного, работает 15 дней. С него, на нем также нажимаем кнопочку каждый день, но снять деньги с потока в течение 15 дней нельзя. Он, в отличие от обычного быстрого потока, даст 10-10 процентов за 15 дней, и через 15 дней сумму потока плюс прибыль снимаете, также тратите. Супер быстрые потоки очень эффективно и приятно использовать, когда нужны быстрые деньги. Например, продал машину, зная, что ты будешь там две недели месяц искать новую, сумму полученную от продажи машины, забросил, открыл на эту сумму. Супер быстрый поток, пока ищешь машину, твои деньги принесли тебе, увеличились на 15, ой, на 10, там 8 процентов, да, допустим. И ты уже покупаешь машину, а у тебя еще появились деньги, там, не знаю, на колеса, на гензин, на масло. Вот автолюбители знают, наверное, о чем я говорю. Вот, поэтому быстрые деньги легко и просто из ничего. Ну, соответственно, после подтяжки наших любимых криптовалют и карантин. Вот так работают быстрые потоки, принося радость и удовлетворяя цели каждого человека сегодня и сейчас. Шикарно. А быстрые потоки деньги на каждый день, деньги быстро, поэтому если надо непосредственно короткие деньги прокрутить, это, наверное, самый шикарный инструмент для того, чтобы это реально можно было сделать, да. Вот. Про автолюбителей это точно. Не самая главная задача купить машину, надо же ее обслуживать, да. Вот это. Многих просто в шок ставит, когда надо там и коврики, и там шины, и заправить, и обслуживание, и ремонт, и гарантия, и еще там что-то, да. Что-то треснуло, что-то поцарапалось. То есть машина – это определенная игрушка, вот, поэтому с этой игрушкой надо уметь взаимодействовать. Шикарно. Ну что, какой следующий поток разберем? Как ты думаешь, Настасья? Да, следующий поток, хотела бы спросить, есть такой поток, называется стартовый. Наверное, неспроста у него название стартовый, и почему именно слово старт здесь заложено, вот, хотелось бы узнать о нем подробнее. Все правильно. Следующий поток, стартовый. Наверное, потому что изначально Дмитрий Васадин все-таки планировал, что все новые участники должны со стартового потока начинать, и это, в принципе, правильно. При первой же возможности я всем своим участникам говорю, топайте в стартовый поток, потому что настало время обучаться. Окей, хорошо, вы там уже более-менее с кнопочкой познакомились, там все настроили, кабинет настроили, там Сберкассу настроили, кошельки создали, там платежную информацию сохранили, свою почту, начисляем, выводим, все, врубились, да, все, теперь пошло временно по-настоящему начать идти обучаться, да. Стартовый поток – это действительно великий, крутой поток, а это, я бы сказал, обучающий поток. Не просто обучающий поток, но и поток, который учит и дает вам хорошие проценты, но на дистанции, это не быстрый поток, это среднесрочный поток, поэтому на дистанции 10 месяцев он дает где-то 150%. Поэтому стартовый поток учит правильной стратегии инвестирования. Вложил, забрал, вложил, забрал, вложил и опять забрал, и каждый раз будете забирать все больше, больше и больше. Этот поток разработан специально для новичков проекта, на практике обучая всем нюансам работы системы. И вот это очень важный момент – не обходить стартовый поток, а наоборот заходить туда, даже если вам чуть-чуть немножко страшно. Этот страх является блокиратором денег в вашей жизни. А нет другого способа избавиться как страх от страха, любого страха в этой жизни, как сделать то, что ты боишься. Берешь и делаешь, и страх уходит, потому что страх – это всего лишь дымка. Надо в эту дымку зайти, и дымка рассеивается. И на данный момент в любой теме, в любой сфере этой жизни. Это вот такая формула. Боишься – делай. Страх уходит, и ты говоришь, боже мой, да что я тупил так долго, ну зачем, это же так просто, это же берешь и делаешь. Так вот стартовый поток как раз-таки и учит вас брать и делать, и нарабатывать навык инвестора. Навык инвестора – это те нейронные связи инвестора, которые встроены в его голову, и они развиты настолько, что он уже начинает просто по ним гонять деньги. Представляете? Есть, как говорится, провода, по которым интернет бегает, да? А есть нейронные связи в голове инвестора, по которым бегают деньги, да? И чем толще у вас там нейронная связь, тем больше денег сможет пробежать. Представляете, да? А чтобы она была толще в голове нейронная связь, нужно часто по ней мысли гонять. Туда-сюда, туда-сюда. Вложил – забрал, вложил – забрал. То есть вы не должны бояться вложить, и вы не должны бояться забрать. Потому влекомые своей жадностью где-то, еще что-то, да? То есть инвестор на автомате это все абсолютно делает, да? Поэтому как важно вложить, как важно взять и изменить свою жизнь. Потом опять вложить, потом опять забрать. И вот таким вот образом происходит, вы закладываете сад своего будущего, да? Потом собираете урожай. Как важно собрать урожай, пока он не сгнил, да? Вот, он же может и сгнить, да? Поэтому важно урожай собрать вовремя. Так и здесь важно со стартового потока тоже взять, брать. И обратно ложить, опять брать. Таким образом стартовые потоки можно запускать на какую угодно сумму, начиная от 5 тысяч. Абсолютно на произвольную сумму. Можно запустить на 10, на 20, на 30, на 50, на 100 тысяч можно запустить стартовый поток. И так интересно он устроен, что чем больше сумма, тем больше он будет давать в денежном эквиваленте в процентном соотношении к прибыли. Он будет больше давать прибыль. Маленькие стартовые потоки, их, конечно, проще крутить, да? Но если взять в процентном соотношении к e-currency, за счет которого у нас получается прибыль, то маленький стартовый поток, он более прожорливый по e-currency. Большой стартовый поток менее прожорливый в соотношении с прибылью, которую дает большой стартовый поток. Поэтому, друзья мои, если у вас есть возможность открыть там на 40 тысяч стартовый поток, открывайте на 40. Вот, не бойтесь, не открывайте на 30, а на 40 открывайте. Так устроена жизнь, что деньги появляются, возможности находятся. Как-то так вы уже четко понимаете, что у вас домашний питомец под названием стартовый поток, которым надо кормить раз в две недели. И причем это такой интересный питомец, что он вам тоже деньги дает. Он не просто так вот кушать просит, да? Вот. И вот чем больше вы таких питомцев заведете у себя в кабинете, тем больше они вас тоже начнут кормить. Когда они станут большими, уже взрослыми, они уже начнут вас кормить. Вот. Общая доходность стартового потока плюс 150% за 20 периодов. Один период – это две недели. То есть каждый… Это поток с обязательным пополнением каждые две недели. И каждый раз, когда мы его пополняем, мы имеем возможность и снимать. Поэтому, друзья, и каждый раз он дает все больше, больше и больше. Ориентировочно в течение 10 месяцев он работает, 3,5 месяца мы его кормим, 7… сколько там, не 7, 6,5 месяцев он кормит нас. Поэтому, друзья, взращиваем все свои потоки и, конечно же, получаем хорошую прибыль, которые можно направить либо в другие потоки более крупными суммами, либо вывести часть, либо все вывести и сделать себе подарки. И таким вот образом менять свою жизнь, конечно же, к лучшему. Конечно же, доход, как и во всех потоках, у нас идет за счет подтяжки нашей криптовалюты и каренсии, которую мы покупаем по льготному курсу. По рыночному курсу мы покупаем в сберкассе, а по льготному курсу у нас подтягивается в кабинете. То есть сейчас ориентировочно и каренсии… Я вот сегодня не смотрел, Настя, сколько сегодня и каренсии? 101 рубля. 101 рубля. Ой, 100,6 точнее. 100,6, да. Буквально недавно было, недельки две назад, 90, да. Была возможность у кого, кто понимает, как все устроено, прикупиться, закупиться, затарить кубышечку. Да, а вот сейчас уже все, опять пошла и каренсия вверх расти. Поэтому каждый раз мы видим, что и каренсии берет новые-новые позиции вверх. За последний год и каренсии больше, чем в 30 раз подорожало. Именно поэтому те, кто в информационном поле, те, кто следит за событиями, те, конечно же, всегда приобретают возможность иметь, как говорится, дополнительный доход. Да, в том числе и, конечно же, за счет разницы курсов и каренсии. Вот как важно затариваться и каренсии, чтобы у вас были, как говорится, впрок закуплены, да, потому что они все равно пойдут. Либо вы их можете продать подороже, либо они пойдут в потоки, вот, и будут делать свое более великое дело. Так вот, 101 рубль на сберкассе, рыночный курс, и поток стартовый принимает сейчас от 500, да? Вот 500, почти в 5 раз, представляете, друзья мои, как выгодно запускать стартовые потоки. Вот так работает стартовый поток. Вот у нас есть еще, у стартового потока есть брат, да, такой, он младший, но более такой, более быстрый такой, более быстро бегает, стартовый поток уже старший, так он медленно ходит, да? А вот, а есть младший брат, он быстро бегает, резвый еще такой, да? Ну, расскажи про вот ускоренный стартовый поток, что это за такой интересный поток, и почему он называют ускоренный? Те, кто разобрался в стартовых потоках и открыл их, конечно же, увидев, влюбились в ускоренный поток. Это такой же поток, временной, только он работает не 10 месяцев, а 7 месяцев, при этом давая точно такую же прибыль, плюс 150%. В нем при открытии мы оплачиваем сразу 4 периода, то есть 2 месяца. Если, например, открываем поток номиналов на 5 тысяч рублей, значит, оплачиваем 20 тысяч рублей 4 периода. И самое вкусное, третий месяц, это 5-6 период, нам идет в подарок и пополнение, и подтяжка, и гарантии. Таким образом, мы оплачиваем не 20 периодов потоку, как в стартовом, да, через каждые 2 недели, а 18 меньше, чем в стартовом потоке, но прибыль получаем такой же, 150%. И сразу начинается начисление, мы пропускаем вот этот период, когда мы кормим поток, сразу вылетаем на период, когда он нас начинает кормить. То есть мы заплатили за 4 периода 20 тысяч, и уже на 7-й период нам поток дает больше денег, чем мы должны ему внести. Поэтому он особенно любимчик всех. И, кстати, про страх. Когда я открывала 3 месяца назад свой первый ускоренный поток, вот было страшно. Думаю, боже мой, 20 тысяч где и взять, а потом уже по 5 постоянно возвращать. Сначала я не поняла, в чем отличие. Оказалось-то, что 20 положила и забыла. Дальше идешь только в плюс. И про стартовый, кстати, тоже Андрей абсолютно прав. Деньги появляются, я не знаю откуда, у меня уже 5 стартовых потоков. Один ускоренный и 4 стартовых потока. И деньги постоянно откуда-то есть. Платить-то ему потоку нужно не по 5 тысяч, а все меньше и меньше каждый раз. После открытия в следующий период надо вернуть ему не 5 тысяч, а 3 750, потом 2 300, и все меньше и меньше, в итоге выходишь в плюс, и он тебя начинает кормить. Было страшно, но оказалось, все работает. Теперь потоки вообще, тот, который был открыт в первые, он теперь кормит новенький поток. И таким образом вообще нет головной боли о том, что, ой, боже мой, где я возьму деньги через 2 недели. Они есть. Андрей абсолютно прав. Вот такие прекрасные стартовые потоки. Рекомендую каждому новичку их открывать, чтобы научиться, правильно Андрей говорит, не бояться и получить полное удовольствие, когда ты каждую 2 недели просыпаешься, открываешь свой кабинет и воля, у тебя там уже лежат деньги. Он сам автоматически начинает оплачивать период и прибыль переносить тебе в кошелек. Супер поток пользоваться всем обязательно, для того, чтобы прочувствовать эту свободу, эту радость, это, не знаю, великолепие. Но есть еще не менее крутой поток, который, когда мы выработали себе вот эту мышцу, брать-отдавать, брат-отдавать, вот этот навык выработанный, можно использовать в другом потоке и получать еще больше эффекта, еще больше прибыли. И этот поток называется растущий. Растущий, наверное, Андрей, не просто так, да? Расскажи, пожалуйста, что за растущий. Конечно. Он растет, он растет, он живой, он шевелится и на глазах он прям меняется каждый день. Да, и там есть тоже кнопочка. Кнопочка есть начислить награду, начислить премию. Эти кнопочки есть в быстрых потоках и они есть в растущем потоке. В стартовом и в накопительном, ой, я рассказал про накопительный, ну, о них нету. Накопительный поток, так же, как стартовый, работает по алгоритмам. Вот, а вот в растущем потоке есть кнопочка, ее надо обязательно нажимать. И каждый раз, когда вы ее будете нажимать, начисление будет расти, представляете? Вот, именно поэтому растущий поток называют растущим. Он растет с момента его последнего пополнения в течение шести месяцев. Вот, он и дальше продолжает тоже давать проценты, но, единственное, он же расти не будет, по не спадающей пойдет. Но если вы будете постоянно его подкармливать, да, вы же, не знаю, там, ребенка постоянно кормите, да, или раз в год. Вот, вот так и здесь. Вы ребенка постоянно подкармливаете каждый день, и он растет, представляете, ребенок растет. Вот, и потом он начинает, он вырастает и начинает вам уже помогать, да. Вы поехали, там, даже с пятилетним, там, ребенком или, там, с семилетним в лес по грибы, и он вам еще целую, там, корзиночку грибов насобирал. И причем увидит такие грибы, которые вы бы даже мимо прошли, а он увидит, потому что глазки-то зоркие, и поэтому сразу бам, и все. Так и здесь. Растущий поток – это потрясающе интересный инструмент. Мы его называем базовые деньги на жизнь. Это тот поток, с помощью которого наши участники покупают себе какие-то крупные покупки, телефоны, там, квартиры, машины, избавляются от любой кредитной зависимости, ставят себе цели на будущее. Поэтому растущий поток – это тоже очень-очень интересный инструмент. Действительно, правильно Анастасия сказала. Если все навыки, которые вы приобретете в стартовом потоке, перенести их в растущий поток, этот поток будет бесконечно выводить вас на новые, все новые уровни качества жизни, и вы на них сможете задержаться. Если же у вас этих знаний не будет, то вы не сможете задержаться на уровне жизни. Допустим, вышли там на чистыми сотку в месяц, все, и задержались, и вы делаете правильные действия, что сотка у вас чистыми каждый месяц. Вот важно делать правильные действия, которыми вы обучились в стартовом потоке, не где-то, а в стартовом. А если не научились, то вы начнете делать неправильные действия, и вы не сможете удержаться на сотке в месяц, и доход у вас будет падать. Так вот, растущий поток – это тот поток, который растет с момента его последнего пополнения в течение 6 месяцев. Поэтому чем чаще мы его пополняем, тем он лучше и быстрее растет, и он быстрее дает. Я постоянно его пополняю, он постоянно мне дает. Это просто обалденный. Это тот поток, который превратит ваши 10 тысяч после подтяжки и каренси в 20 тысяч, ваши 50 тысяч в 112 тысяч после подтяжки и каренси, ваши 100 тысяч после подтяжки и каренси в 250 тысяч, ваши 500 тысяч в миллион 375 тысяч, конечно же, после подтяжки и каренси, ваш миллион превратится в 3 миллиона после подтяжки и каренси, 3 миллиона в 9 и так далее. То есть на данный момент растущий поток не имеет каких-то ограничений, но в него даже можно заходить и на 1000 рублей, но рекомендую заходить от 10, это по-настоящему будет хотя бы интересно. Но те, кто хотят посмотреть математику, как он просто работает, тогда на 1000, конечно же, можно зайти и побаловаться, чтобы посмотреть, тренировать моторику своего пальчика, нажимать кнопочку в растущем потоке. Вот, следующий, следующий нюанс в растущем потоке, это то, что его нужно накапливать в копилке, вот, и каждый раз, когда вы его будете начислять премию и будете накапливать, у вас процент будет расти. Старт процента идет от 0,3% от суммы в потоке. Сумма в потоке это то, что получается после подтяжки и каранти. Допустим, вы приняли решение зайти на 100 тысяч в растущий поток, где-то еще 1000 на 30-40 купили и каранти, подтянули к потоку и у вас сумма в потоке будет 250 тысяч. И вот здесь начинается магия, здесь начинается сказка. Начинайте нажимать на кнопочку и 0,3% берется от 250 тысяч. И первое начисление вам будет, там, по-моему, 750 рублей, наверное, где-то так. Может быть, чуть меньше, я сейчас точно уже не помню, надо все высчитывать индивидуально по каждому моменту. И каждый раз, когда вы будете нажимать, у вас будет начисление расти 0,31, 0,32, 0,33 и накапливать эти суммы нужно в копилке. То есть сумма в потоке будет уменьшаться, сумма в копилке будет увеличиваться. Деньги будут плавно перетекать из суммы в потоке в копилочку. И до того момента, пока вы из копилки деньги не забрали, у вас процент будет расти. То есть таким образом вы можете вырастить копилку до той суммы, которую вы хотите. Первое, либо реинвестировать в поток и дальше его взращивать. Второе, либо вывести эти деньги и изменить качество своей жизни. И третье, можно частично вывести, частично реинвестировать. То есть есть несколько, есть целые стратегии. Но об этом мы уже говорим на командном обучении. Вот, поэтому растущий поток учит терпение, растущий поток прорабатывает вашу жадность и страх потери. Поэтому обязательно открывайте растущий поток и начинайте, кажется, взращивать этот прекрасное денежное дерево, которое будет вам давать каждый день начисление, каждый день будет давать прибыль. Вот в трех словах растущий поток. Как, Анастасия, ты его используешь в своей жизни? Расскажи. Да, я начала поток с 8 тысяч рублей, с огромной ошибки, о чем Андрей говорил сейчас, что там на тысячу можно только попробовать. Я по незнанию, по неопытности своей пока открыла поток на 8 тысяч. Торопилась, потому что торопилась, быстрее, быстрее. Да, после потяжки и картости у меня в потоке образовалось 12 с половиной тысяч рублей. И Андрей говорит, ну давай, теперь посчитай. А если бы ты добавила всего 2 тысяч рублей, сколько бы тебе в потоке было? И действительно, если бы я открыла поток не на 8 тысяч рублей, а на 10, получила бы не 12 с половиной в сумму потока, а 20 тысяч рублей. Вот так из-за ошибки новичка получилась такая история. Но на сегодняшний день в моем поток открыт на 200 тысяч рублей постепенно. Я постоянно пою и 10 тысяч свободных закинула, там пою и 20 тысяч свободных закинула. Я в нем коплю деньги, наращиваю свои собственные средства, преувеличиваю, точнее, для поездки летом с детьми на море. Это наша мечта, дети очень ждут. Я точно знаю, что в середине, в конце июня я сниму основную сумму с растущего потока. И где никакие-то кредитные средства искать, где-то у родственников занимать, там, не знаю, не ожидать чудесной премии на работе, которая вряд ли будет. Значит, я сниму с растущего потока и с удовольствием, без каких-либо обременений мы поедем с детьми отдыхать. У меня растущий поток для этой цели. Дальше, когда мы вернемся, я опять начну его... В нем еще останутся эти средства, которые я... По сути, это я заберу то, что я вложила. И останется еще такая же сумма развиваться дальше. Потому что в течение 3-3,5 месяцев вложенную сумму ты можешь забрать, еще такая же остается дальше работать. Ну, это в случае, если от 10 тысяч рублей и выше. Чем выше, тем больше останется. Я вернусь с отпуска и дальше буду наращивать растущий поток. Хочу дорастить его до миллиона. И тогда он мне будет давать 3... Начинать давать прибыль от 3 тысяч рублей в день. Это будет почти уже моя зарплата. То есть первая цель – это отпуск. Вторая цель – выровнять качество уровня жизни до той, которую я хочу. Такие глобальные цели решают растущий поток. Да. И растущий поток именно это дает, и это делается очень просто с помощью этого инструмента. Вот. И это очень круто. Да, еще помимо растущего потока о том, что будет в ближайшем будущем, мы с помощью него решаем вопрос, какие хотим цели воплотить в ближайшем будущем, в каких условиях и целях мы хотим жить сегодня. Но никто из нас не забывает о будущем. Это, наверное, самое главное, для чего мы все пришли сюда, или для чего мы вообще ищем финансовую свободу и независимость. Это, конечно же, наше будущее. И этот момент в фонде тоже продуман. Есть специальный поток, который создан для будущего человека, будущего моего, моих детей, моих внуков и так далее. Что же за такой поток, Андрей, который дает нам финансово независимое будущее? Этот поток, который я уже проговорился, называется накопительный поток, да. Это деньги на будущее. Мы его называем ласково наш пенсионный фонд, либо фонд совершеннолетия, в зависимости от того, на какие цели вы будете использовать. Это очень интересный поток, стратегия от 3 до 25 лет. Он чем-то похож на стартовый поток, но более глобальное планирование, да, стратегия от 3 до 25 лет. Это не стратегия там 10 месяцев, а стратегия уже годами, даже десятилетиями можно себе планировать. Поэтому накопительный поток – это прекрасный поток для того, чтобы изменить качество своей жизни в будущем в том числе. Оказывается, деньги в будущем тоже будут нужны, да. Я не вижу трендов, тенденций, что деньги завтра отменят, либо что-то об этом уже разговоры ведутся там в правительстве или еще там где-то. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Поэтому нам надо позаботиться о своем будущем самостоятельно тоже. Вот этот момент, он очень важен. Не надеяться на что-то, на где-то и на кого-то, а именно позаботиться самостоятельно о своем будущем. Вот, конечно же, если вы не хотите жить на 10 тысяч пенсии, то есть, вот, и радоваться жизни. А радоваться жизни будет сложновато, конечно, но поэтому, если вы живете в денежной системе, да, вот, есть только два способа победить деньги. Либо их иметь, либо от них полностью отказаться. Поэтому второй вариант мы пока не рассматриваем. Это, в принципе, хороший вариант, но не сейчас, кажется. Но есть первый вариант. Для того, чтобы их иметь, создано вот такое прекрасное сообщество, система, да. Да, наш фонд коллективного самообеспечения, либо касса взаимопомощного поколения, это как раз такой инструмент, который вырабатывался долгие года. И вот уже более четырех лет денежные потоки работают. И они просто мега круто работают и дают возможность каждому участнику сообщества иметь деньги каждый день. Так вот, накопительный поток. Это тот поток, середневая вкладочка в вашем кабинете, нажав на который, вы начнете разбираться и запускать этот прекрасный поток деньги в вашем будущем. Есть вкладочка у нас в кабинете, называется «Как создать денежный поток и эффективно его управлять». Мы туда проваливаемся. И там в накопительном потоке будет целая табличка. Если же у вас еще нет кабинета, то обязательно регистрируйтесь, возьмите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию. Если же у вас этого человека нет, обязательно пишите. Вот Анастасия, ты прекрасный лидер. Можете мне написать, можете писать любому лидерам в чате. Вот здесь бот целый список скидывает. Все грамотные люди и готовы помочь вам разобраться со всеми нюансами работы системы. Так вот, накопительный поток, когда мы проваливаемся во вкладочку «Как создать поток и эффективно его управлять», то там будет целая табличка. И мы увидим там, что первый номинал, с которого можно зайти на накопительный поток, это от 1000 рублей. И накопительный поток так устроен, что у него есть период накопления, а есть период выплат. То есть сначала мы накапливаем, допустим, если вы выбрали 3 года, то 3 года потом получаем. 5 лет накапливаем, если мы выбрали, то 5 лет получаем. Можно запустить много потоков накопительных на разные номиналы. Старт от 1000 рублей. Что такое 1000? Это ни о чем вообще. Один раз в магазин сходить, и то не хватит, как говорится. Поэтому, а здесь у вас появляется возможность, во-первых, изучить этот инструмент, а во-вторых, деньги перенести в будущее с хорошим приумножением. В данном случае у нас идет коэффициент 5 на 1000 рублей. Итого, после потяжки и каренси, после периода накопления, это 3 года, ежемесячных платежей по 1000 рублей плюс и каренси, у вас еще 3 года вы получаете по 5000 рублей с накопительного потока. Поэтому, друзья мои, накопительный поток обязательно запускаем. У меня уже несколько накопительных потоков. Мне как-то сложновато удерживать в голове, потому что сейчас уже у нас много платформ, мы сейчас об этом расскажем. Сложновато уже выдерживать в голове, где что надо пополнить. Поэтому я стараюсь проплачивать накопительный поток сразу на несколько месяцев вперед. Вот, подтягивайте каренси, и, как говорится, я свободен. Вот, я люблю быть свободным. Поэтому, бам, я свободен. Сделал дело правильно на будущее, позаботился, и все, и свободен. И накопительный поток тебя ждет, как говорится, когда ты уже в это будущее придешь. Как пришел, уже начинаешь забирать выплаты, как говорится. А с выплатами вы можете еще делать лучшие дела. Вы половину можете забирать, а половину еще запускать. Короче, с накопительным потоком можно всю свою жизнь играться, и вам не надоест, поверьте мне. Вот, поэтому шикарный поток. Десятку в накопительный поток, если вы выбрали, то 10 тысяч превращается в 57, что-то такое. Вот, пожалуйста, пенсия будет вам в 57. Нормально? Уже нормально. А если 20 тысяч выбрали в накопительный поток, то там за сотку и больше. Нормально, да? То есть, в принципе, говорю, есть с чем поиграться, есть о чем подумать, поразмышлять. Накопительный поток – это стартовый такой же, только растянутый на стратегии 3, 5, 7, 10, 15, 25 лет. Вот, и накопительный поток, конечно же, позволяет вам планировать ваше будущее. Поэтому обязательно думайте о своем будущем, потому что никто, кроме вас, о вашем будущем не подумает. Вот этот момент, он очень важный. Кроме вас самих. Поэтому думаем сами, берем свои ручки, потому что нет у Бога других рук, кроме ваших рук. Берем свои руки и начинаем творить свою жизнь сами. Потому что мы сюда пришли, как дети Всевышнего. А это значит, надо творить вместе с ним, сотворять свою жизнь. Поэтому берете и сотворяете. Вот. И все будет очень хорошо. Вот. Накопительный поток, надеюсь, рассказал. Да, нужно думать не только о своей пенсии. Вот Андрей сейчас приводит пример. Пенсия, пенсия. Я использую накопительный поток на данный момент для сына и дочери, которые через 3-5 лет, ну, сын через 3 года, дочь через 5 лет, там, станут студентами. Ой, даже через 9. И, ну, какие у нас... Забыла, как слово у студентов называется? Они получают каждый месяц. Стипендия. Стипендия, точно. Слава Богу, что забыла уже, да? Это слово. Позорное. Позорное слово стипендия называется. Да, когда я училась. 385 рублей, по-моему, стипендия была. Ну, что? Ну, сейчас может быть больше, но я не уверена, что намного. То есть, ну, что там студенту, какие деньги? Ни о чем. Поэтому вот сейчас я открыла и накопительные потоки, которые к тому моменту, как мои дети станут студентами, они будут получать по 10-20 тысяч ежемесячно. И мне не нужно будет там выделять деньги с зарплаты, но к тому моменту, я уже надеюсь, я не буду работать. Но все равно. Хотелки и ежедневные нужны с моих детей и студентов уже будут покрывать накопительный поток, который я к тому моменту уже даже оплачивать не буду и ничего вносить в него не буду. Он будет все делать для моих детей сам. Ну, и, конечно же, чуть позже я позаботюсь о себе. Нам нужно будет открыть поток через сколько лет на пенсии? Где-то через 25 как раз, да? Нет, сколько ты себе сама нарисуешь через столько и на пенсии. Вот. Ну, в общем, я использую накопительный поток для моих будущих детей и студентов. Это цель. Ты, Андрей, сказал, что есть... Не запоминая, где какие потоки открыты, то есть они есть не только о том кабинете, в котором мы говорим. Есть и другие фонды. Можно об этом подробнее? Да, мы обязательно расскажем сейчас о нашей финансовой инфраструктуре. Но давай еще про одну вкладочку расскажем. У нас же еще лотерея. Да, забыла. Я самый счастливый, самый интересный и вдохновляющий поток – это поток удачи, мы его называем. Да, черная вкладочка в вашем личном кабинете называется ЛТ. Это поток лотерейки. Что это за поток, Андрей? Это такая очень интересная беспроигрышная лотерея. Это та лотерея, которая может вас за один день сделать миллионером сразу же. И причем она беспроигрышная. Если вы где-то покупаете лотерею на улице, то в любом случае, в 99% случаев вы проиграете. И каждый раз, покупая это, вы как бы себе в голову прописываете, я не везучий, я вот все время покупаю, я не выигрываю. Понимаете, да? А здесь наоборот. Вы каждый раз, играя, будете записывать другую программу у себя в голове. А любая программа имеет свойство материализовываться. Потому что мысль материальна. А генератор мысли – это где находится генератор мысли? Вот тут вот. Вот он здесь вот, да? То есть все ваше тело работает, все ваше тело, сердце, печень, почки, кишечник, все ваше тело работает, чтобы работал генератор ваших мыслей. Представляете? То есть все ваше тело работает на генератор. И то, что вы генерируете, то и получается в вашей жизни. Потому что мысль материальна. Это уже доказано научно. Мысль имеет скорость, и мысль имеет массу даже. Ее даже взвесили. Представляете? Поэтому на данный момент это уже все. Это уже факт научно доказанный. Поэтому скорость, сила. Есть понятие скорость мысли, есть понятие сила мысли. И, конечно же, оказывается, есть еще и масса мыслей. То есть человек. Поэтому внимательно очень думайте, прежде чем подумать. Поэтому, друзья, поэтому беспроигрышная лотерея, она каждый раз вас будет заставлять чувствовать и думать, что вы успешный человек, вы везунчик. Удача вместе с вами. Вы только просыпаетесь утром, и удача вместе с вами встает, так же, как солнышко каждый день. Поэтому на данный момент беспроигрышная лотерея – это мега-крутой тренажер для того, чтобы вы тренировали свою удачу. Ну и, конечно же, параллельно выигрывали. Вот. Черная вкладочка в вашем кабинете. Нажимаем ее, проваливаемся. И там большая красная кнопка называется «Правила лотереи». Нажмем туда, и там все написано, где какая лотерея, сколько стоит, сколько выигрыш, как играет, сколько чисел и скольки. И так далее. То есть, внимательно изучаем кабинет. Поэтому я и говорю, зарегистрируйтесь в кабинете, там все написано по-настоящему. Вот. И осталось только ваш навык читать. То есть, если вы реально умеете читать, то вы там очень много прочитаете. Но если вы не умеете читать, ну, придется учиться. Что делать? Сейчас мы живем в информационном веке, и очень многому приходится учиться. Я учусь каждый день. Всего чему-то новому, новому. Вот. Поэтому, друзья мои, настоятельно и вам рекомендую зайти во вкладочку «ЛТ лотерея» и внимательно прочитать. Там написано следующее, что у нас есть три вида лотереи. Три. Первая лотерея, классическая лотерея, стоит 100 рублей, джекпот 300 тысяч. Дальше. Вторая лотерея, у нас синяя лотерея, стоимость 500 рублей, джекпот 500 тысяч. И, конечно же, золотая лотерея, любимчик всех, стоимость 1000 рублей, но джекпот у нас больше, миллион, конечно же. Поэтому вы можете брать, участвовать, выигрывать, становиться миллионерами. Только за последние три месяца, наверное, 24 джекпота у нас сорвано. Кто-то на наших других площадках, европейских, срывал. И в евро 10 тысяч, евро и миллион, и 300 тысяч. Поэтому, друзья, играйте, выигрывайте. Это очень крутой инструмент для того, чтобы вы могли просто, не знаю, в один момент изменить свою жизнь и пополнить свой растущий поток на миллион. Круто? Круто. И превратить этот миллион в три миллиона. Представляете, как круто? И уже пойти и принять решение в своей жизни, стоит ли вам продолжать как бы вашу вид деятельности, либо ее изменить на какой-то другой, более для вас комфортной, мотивирующей. Вот. Поэтому лотерея это крутейшая штука. Берите ее и пользуйтесь. Я всегда запускаю лотереи. Обязательно участвую. Обожаю акции, где участвуют лотереи. Просто это просто мега пушка. Это просто обожаю эти акции, когда написано, что лотерея в подарок. Все. Это у меня просто все загорается и надо просто в этих акциях моментально участвовать как можно больше. Вот. Поэтому мы сейчас рассказали про основные закладочки, которые у нас есть в кабинете. Повторим их. Это обычный быстрый поток. Второй это супербыстрый поток. Стартовый обычный поток. Ускоренный стартовый поток. Это четыре. Пятый у нас растущий. Накопительный шестой и седьмой лотереи. Итого семь вкладочек. Семь. Семь вкладочек. Семь. Представляете? Не одна. Семь вкладочек в вашем кабинете. Главное, чтобы вы в них не запутались. Семь возможностей. Вам иметь деньги каждый день. Эти возможности не просто тупо где-то какой-то, говорю, пьяный программист придумал, лишь бы срубить бабло. Эти возможности вырабатывались с сообществом долгие годы. Практическим путем они выработаны, практическим путем они примут решение их создавать и развивать. И благодаря этому вы имеете доступ к надежнейшим финансовым инструментам. Вот даже многие банки сейчас начинают копировать эти вещи, кстати. Вот. Поэтому некоторые банки сейчас вот подобные темы начинают запускать типа быстрого потока вот эти все вещи. Вот. Поэтому просто имейте ушки да глазки и умейте анализировать то, что происходит сейчас на финансовом рынке. Вот. Про общие потоки мы рассказали. Но у нас есть еще еще, представляете, у нас есть еще одна большая штука. Жирная очень. Называется рекламный бюджет. Представляете? Вот у сообщества есть рекламный бюджет. Потому что все равно надо же ну кому-то, как говорится, давать информацию, что есть такое сообщество. Если никто ничего давать не будет, то никто не будет знать, что есть такое сообщество. Есть еще вот у меня, слава богу, я замечтал и ко мне сам пришел человек физически пришел ножками притопал, да. То есть я замечтал когда-то и в онлайн. Я вот лет пять наверное думал, как же мне выйти в онлайн. Как же мне... И человек притопал ко мне в офис и показал мне вот инструмент этот, понимаете. я, слава богу, не тупанул, да, слава богу, я взял и начал копать. Я начал разбираться, что за инструмент, что такое, понимаете. Вот многие вот истории рассказывают, я об этом слышал три года, потом еще слышал два года, потом еще год созревал, а потом вот наконец-то вот я вот дошел зарегистрироваться, да. То есть сколько времени потеряно? Огромное количество, да. поэтому, друзья, успех от слова успевать, используйте предоставленную возможность, случайности не случайны, не просто так приходит информация в вашу жизнь, значит, вы к этой информации уже готовы ее взять и услышать. Другое дело остается за вами. Выбор. Брать эту информацию и внедрять в свою жизнь, либо пройти мимо и идти дальше на работу. Поэтому, друзья, только два варианта у вас есть. У нас есть еще рекламный бюджет. Расскажи, пожалуйста, Анастасия, вот как мы можем использовать этот рекламный бюджет для того, чтобы еще больше у нас были возможности? Да, фонд рекламу где-то там на телеканалах, на уличных вывесках нигде не дает, как бы фонду это не интересно, но на это заложены деньги. Поэтому существует еще один, мы его называем потоком, хотя бы вкладки его нет, но вкладки отдельно среди семи вкладок нет, это реферальные бонусы. Когда мы рассказываем своим друзьям, родственникам, знакомым, о том, где мы приумножаем свои средства, где мы получаем доход отдельно от работы, и человек с удовольствием начинает копировать тебя, регистрироваться, открывать свои потоки, и как только ваш друг открыл свой поток, вы получаете от суммы номинала его потока проценты. В личном кабинете во вкладочке бонусы за развитие проекта вы увидите, какие проценты, например, за открытие вашим другом растущего потока вы получаете 7%, за стартовые потоки 3%, в кабинете все написано. За каждого человека, за каждого друга, за каждый его поток, за каждый потом потешь в стартовом потоке, вы каждый раз будете иметь свой процент, вознаграждение за то, что вы когда-то кому-то этому человеку рассказали, и он зарегистрировался под вами. И это очень приятно. Мало того, что вы делаете счастливым, таким же счастливым, как и ты, своего друга, родственника, знакомого, коллегу, вы еще за это получаете деньги. Это просто волшебство. И причем обязательных приглашений вообще нет, никаких там требований, что приди, иди приглашай, как в матрицах, кто был, как в всяких коммерческих проектах, что не пригласишь мыть. Я просто бывший хайповик, и я помню, как эти как называли там менеджеры кричали, если вы не приведете 10 человек, мы вас заблокируем. И они реально блокировали, просто нас выкидывали, а у нас там деньги лежали, причем немалые. Просто выкидывали за то, что мы не приглашаем. Да, не приглашаем. Здесь никаких требований нет. Хочешь, приглашай, хочешь, не приглашай. Я шла сюда с полной уверенностью, что я вон в хайпах наприглашалась, сколько слез, сколько потом и страховала людей, выплачивала им их потери, сколько потерь из-за этого было у меня, и бессонных ночей, я решила, не приглашать я ни за что не буду вообще. Но когда поняла, как это здесь работает, и что таких же друзей, знакомых, как я, которые много работают, у которых есть там кредиты, какие-то обязательства, там школы, секции и так далее, и денег, зарплаты не хватает, вокруг меня очень много таких людей, таких же, как и я, я начала рассказывать, потому что я начинаю с помощью денег из фонда решать свои проблемы, почему я не скажу своей сестре об этом, там своему коллеге, которая так же, как и я, ждала, ждет сейчас она до сих пор, а я уже не жду так зарплату. Вот. И при этом я еще за то, что человек рассказал, он пришел, получаю вознаграждение. Это очень классно. вот такой реферальный бонус. Шикарно. У нас есть еще один бонус, да? Да, есть еще один бонус, не только за тех людей, которые пришли по твоей ссылочке, зарегистрировались и открыли потоки. Моя подруга, которая пришла со мной, она же все равно расскажет своей, хоть будет биться в грудь, что она не будет говорить об этом фонде, что она зашла в какой-то там фонд, она все равно потом пойдет и расскажет, потому что у нее такие же подруги, родственники, как я, которые тоже имеют проблемы, и она хочет, чтобы они от них избавились. Пригласит свою подругу, она также зайдет под ней, зарегистрируется, моя подруга получит за это свои реферальные бонусы, а я в том случае, если у меня таких подруг 10 штук, которые пришли и зарегистрировались, я получу статус лидера и сразу буду иметь возможность получать структурные бонусы. И это сверху за открытие одного любого там, допустим, потока подруга и моей подруги я получу и реферальные бонусы, и структурные бонусы. Они чуть меньше, там не 7%, опять, допустим, на растущем, но все равно это уже будет сумма номинала, допустим, того же растущего потока не 7%, а уже 12%. Еще больше плюсов, еще больше радостей и вдохновения рассказывать кому-то еще об этом, о таких возможностях. Вот сейчас читаю чат, Ольга задала вопрос, откуда берутся деньги на выплату процентов. Вот сейчас мы будем об этом рассказывать, да, то есть сейчас мы немножко рассказали про потоки, сейчас мы рассказали про потоки, рассказали про реферальную программу, то, что она есть, она очень интересна. Еще раз повторю, реферальные бонусы от 2 до 7%, а командные бонусы у нас, получается, выплаты идут по лидерским веткам до 7 уровня, а по своей ячейке, своей ячейке, где участники видят тебя как консультанты, и ты обязан их консультировать, помогать, развиваться, да, соответственно, как уже непосредственно как лидер они тебя видят, то там до бесконечности, там может быть такая ситуация, вот у меня такая ситуация очень интересная есть, я его называю «моя колбаса». вот она как выстроилась туда в глубину, там, не знаю, там до 20 уровня, вот она, и просто один человек пригласил одного, один, одного, один, одного, один, одного, и каждый по одному, понимаете, и вот так вот колбаса вот эта до 20 уровня, у меня там 20 уровень, там где-то вот там вот, да, но это просто моя ячейка, и никто больше там ничего не хочет там кого-то приглашать, но просто сам факт, ну вот пригласил друга своего, моего единственного детства, да, вот с одним его дружу, вот и все, Вот он у меня есть один, одинешенек. И вот эта колбаса выстраивается туда, и ты ее всю консультируешь. Соответственно, до бесконечности ты можешь получать свои, как говорится, лидерские бонусы. Поэтому лидерам обязательно надо становиться. Те, кто участники, уже разобрался с потоками, как это все делается. Это просто рекомендация. Просто так лидером, конечно же, не стать. Надо пройти соответствующее обучение, сдать экзамен у топ-лидера, и потом только на совете лидеров принимается решение о присвоении вам должности. Должности лидера. Это не статус, это даже должность. Нужно выполнять соответствующие должностные обязанности, подтверждать заявочки и так далее. То есть есть определенные навыки, которые уже на лидерском обучении мы передаем. Сейчас мы расскажем еще про нашу финансовую инфраструктуру, что у нас есть, и, конечно же, ответим на часто задаваемые вопросы. Откуда деньги? Пирамида не пирамида? Лохотрон не лохотрон? Приглашать не приглашать? Вот. Это вот самые такие вопросы. Я уже просто за все свое время, не знаю, провел там сколько, не знаю, сотен этих эфиров. Вот. Поэтому мне уже, честно сказать, вот серьезно надоело отвечать на эти вопросы. Сегодня мы сейчас прям сразу же сами ответим на эти вопросы. А потом вы лучше задайте нам более интересные вопросы, на которые там будет интересно отвечать. Поэтому ваша задача придумать вопрос. У вас будет возможность ответить там 5-10 минут, мы поотвечаем в конце на вопросы. Ну а теперь, я думаю, надо нам рассказать об нашей финансовой инфраструктуре, которая создавалась 11 лет, и до 12-й пошел. И, конечно же, что она дает. Настя, начнешь? Ну да, конечно. У нас очень богатая инфраструктура. Я просто не могу представить, сколько вложено создателям фонда и самим фондам денег на такое развитие. Во-первых, это 5 платформ. Про вкладки, про которые мы сейчас говорили, это не только на одной русской платформе, где все оплачивается и выплачивается рублями. У нас таких платформ 5. Это русская в рублях, это европейская еврозона в евро, это польская в злотах, испанская, забыла их валюту. Тоже евро, евро, да. А, они тоже, кстати, да, в евро. И недавно вот на днях открылась КГСкая платформа в Сомах буквально на той неделе. 5 платформ для разных стран, то есть если у вас родственники, друзья в любой другой стране, пожалуйста, им не надо мучиться. Там на русской платформе какие-то переводчики, включать не переводчики. Есть платформы на любой вкус и цвет, на любую нацию, на любые валюты. Всем удобно ими пользоваться. Это один огромный блок, это 5 платформ, на создание которых ушло много лет. И в каждой платформе 7 потоков и реферальная, соответственно, представляете, друзья мои? То есть 5 платформ умножаете на 7 потоков, это сколько получается? 35 потоков вы можете запустить, да, представляете? Причем в разных валютах на разных платформах. Это обалденная штука. Да, многие лидеры, которые во всем этом разбираются, открывают сразу везде. И, по сути, одни и те же деньги приумножают во много раз больше, чем бы они пользовались только одной платформой. Помимо платформ, у нашего фонда собственный блокчейн. Не каждый банк даже может похвастаться таким темой. Система учета данных. Система, да. Это система, которая помогает молниеносно переводить деньги. Сколько раз были ситуации даже в переводе с банками. Висит и висит, не переводится, не переводится. У нас же платформы там потока деньги в Сберкассу улетают вообще. Нет. Даже еще не успеваешь с одного сайта перейти на другой, деньги уже там лежат. То есть это все творит наш чудесный блокчейн. Помимо этого, у нас есть две платежные системы. Рублевая, это Сберкасса, да, с которой мы пользуемся на русской платформе. И Money Storage, это евро, это доллары. И, ну, и там, и в той, и в той платежной системе, конечно, наша криптовалюта и каренси, которая и дает нам прибыль во всех потоках. Что у нас там еще, Андрей, есть в структуре? Ну, конечно же, наша криптовалюта и каренси, да, то есть это не токен, не коин, это каренси. Каренси – это универсальное платежное средство. То есть данная криптовалюта, она заточена для того, чтобы быть универсальным платежным средством. И в будущем она будет также между товарным денежным обменом, да. И мы к этому идем очень уверенно. Вот, и я думаю, в ближайшие там годы, я думаю, мы к этому придем. Все зависит от развития сообщества. Вот, поэтому, как только у нас наберется там несколько миллионов, то без проблем можно будет запустить уже и эту тему. Вот. И, конечно же, у нас есть майнинг. Майнинг, с помощью которого можно майнить нашу криптовалюту и каренси. Это тоже выгодная штука. Вот. Мы им покупаем токены в Money Storage. Money Storage – это наш второй криптовалютно-платежный сервис. У нас есть Беркасса, есть Money Storage – это два криптовалютно-платежных сервиса. Вот, где можно хранить, обменивать, конвертировать, заводить, выводить. Там депозиты есть, это свой космос. Сделки есть, есть внутренняя биржа, есть, можно безопасные сделки между участниками отправлять и так далее. То есть можно… функционал довольно хороший. Вот. И очень надежная система. И, конечно же, есть майнинг. С помощью майнинга можно тоже очень хорошо зарабатывать. Вот. Мои первые майнеры, купленные мной, были еще в 2018 году. Потом я их докупал. Вот. Поэтому все они великолепно, все эти годы работают и работали. И сейчас тоже это очень интересно. И чем дороже и каренси, тем это более интересно. Вот. Поэтому, конечно, токены дорожают тоже. Ну, да ладно, как говорится. Надо успевать. Вот. И на данный момент, что у нас есть еще? Конечно же, нейросеть есть еще. Нейросеть, да. Нейросеть помогает нам сейчас вот уже второй год. Уже два года нам, вернее, помогает. Это самообучаемая нейросеть. И задача ее – обеспечить безопасность работы нашей системы. И что задача основная, чтобы наша система работала вечно. Поэтому уже нейросеть стала на стражу, можно сказать, нашей системы. И она сделает такие действия, которые позволяют нашей системе работать вечно, друзья мои. Представляете? То есть, по сути дела, сейчас уже искусственный интеллект отвечает за безопасность работы нашей системы. То есть вот в это все. Так это еще не все. Я только еще пять, только еще проектов пять знаю, да. То есть сейчас у нас десять сайтов. Десять, друзья мои. Десять сайтов, понимаете? У нас есть в доступе, да. То есть я среди этих десяти сайтов постоянно то в один, то в второй, то там что-то сделал. Там, 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 там. И вот это все кутерьма постоянно работает и приносит хорошие деньги. Вот. Так еще я пять знаю. Кроме этих десяти, это я знаю пять. А что я еще не знаю, понимаете, да. Вот. Поэтому, дорогие друзья, ой-ой-ой, сколько нам еще впереди предстоит. Поэтому те, кто непосредственно первый раз об этом слышит, рекомендую начинать разбираться. Чем раньше вы разберетесь, тем больше вы сможете быть готовым взять все эти возможности. Кроме всей этой финансовой инфраструктуры, которая делается очень долго и стоит очень дорого. И запомните одну простую вещь. Финансовая инфраструктура всегда делается для того, чтобы с ней жить. Она не делается для того, чтобы срубить бабло и свалить. Она делается, чтобы с ней жить в долгую. Поэтому слово инфраструктура, это как в городе, да, что такое городская инфраструктура. Это электричество, водоснабжение, канализация, вентиляция, тротуарчик к вашему подъезду, где можно колясочку покатать. Либо не споткнуться об бордюр кривой, который торчит там где-то, да. Вот. И так далее. Асфальт к вашему подъезду или к вашему дому, там, не знаю, газ провести. Все это инфраструктура называется. Она стоит очень дорого и делается очень долго. А потом еще ее надо обслуживать, с ней надо жить. И она делается с единственной целью, чтобы с ней жить в долгую. Вот поэтому наше сообщество уже 12-й год создавало и продолжает создавать нашу финансовую инфраструктуру, которая обеспечивает в долгую существование, можно сказать, параллельного финансового мира, где у всех все очень хорошо, где действуют другие законы финансового мира, которые более справедливые, чем в той системе, в которой мы вынуждены сейчас жить. И причем неважно, в какой стране вы живете. И, конечно же, сейчас мы перейдем на часто задаваемые вопросы. Откуда Федя деньги? Так вот, сейчас мы будем говорить, откуда же деньги? Вот вы все хорошо, так все красиво рассказываете. Так откуда же бабло-то? Откуда же оно взялось? Откуда в банках деньги? Вы не спрашиваете, когда депозит делаете? Откуда, с каких денег она вам депозит выплатит? Это первое. Почему вы там не задаете таких вопросов? Вот у меня вот сразу же возникает вопрос. Вам же не проводили курсы рассказывать презентации, откуда у банка деньги? Нет, не проводили. А почему вы там не задаете таких вопросов? А потому что вы даже не понимаете, как устроена банковская система. Вы даже не знаете, что такое частичное резервирование, что такое коэффициент одновременности, что такое выдавать кредиты за счет других кредитов, либо еще там что-то. Там столько очень интересных моментов, о которых вы даже не подозреваете. Поэтому как важно быть профессионалом в той отрасли и области, в которой вы хотите понять, как она работает. Для этого, конечно же, кто хочет это понять, смотрим фильм, запишите, возьмите ручки, тетради, карандаши, пишем фильм «Деньги. Пирамида долгов». Это первый базовый фильм, который устраняет, как говорится, ликбез. Есть такое понятие ликбез. Многие люди, которые уже в возрасте, они знают, что такое слово ликбез. А вот все, кто немножко помоложе, 20-летние, они понятия не имеют, что такое ликбез. Так вот, когда была произведена революция в 1920-е годы, Ленин столкнулся с тем, что всех грамотных людей он из страны выдворил, а остались только одни, можно сказать, безграмотные крестьяне, которые даже три класса образования у них нет. Писать, читать они не умеют. Поэтому проводился вот такой, в 20-е годы прошлого века, сто лет назад проводились такие курсы. Ликбез называлось. Ликвидация безграмотности. И поэтому учили считать, писать. То есть элементарно мы хотя бы вещаем, чтобы человек не крестики ставил, а хоть роспись мог сделать в своем паспорте. Поэтому на данный момент нужно сделать сейчас то же самое, потому что мы уже с вами живем уже как 24 года в информационном веке. И сейчас другой, другие законы, другие правила, другие принципы. И все очень быстро меняется. И нужно тоже ликвидировать безграмотность. И причем те люди, которые застряли в прошлом веке, они реально здесь очень безграмотны. И поэтому те, кто это чувствует по отношению к себе, пожалуйста, услышите меня, возьмите на себя всю ответственность и начинайте учиться. Потому что тот, кто не учится, тот превращается в динозавра. А динозавры имеют свойство вымирать. Поэтому не становимся динозавром с этим, не соглашаемся. И идем и учимся. Наверное, самое лучшее, чему учил Ленин, и самое лучшее, что он внес в историю, это учиться, учиться, еще раз учиться. Это слоган. Поэтому написали себе красным маркером напротив своей кровати. Каждый раз, когда просыпаетесь, вы видите эти три слова. Учиться, учиться, еще раз учиться. И идете учиться. Если вы уже тут оказались в онлайне, мы не в оффлайне проводим сейчас презентацию, мы проводим ее в онлайне. Раз уж вы тут оказались чудесным образом, и каким-то образом вы нажали какие-то чудесные кнопочки, чтобы вы сюда попали, и имеете возможность это слышать. И даже додумались нажать вот там вот видеочат вверху. Надо же на него додуматься нажать, то есть, да, чтобы туда провалиться, и чтобы слышать нас, о чем мы говорим. Вот. Не все умеют это делать в наше время. Я сталкиваюсь и с этим. Вот. Поэтому, раз уже вы здесь очутились каким-то чудесным образом, будьте добры начинать учиться. И тогда все в вашей жизни будет очень хорошо. Ну так вот, откуда же деньги, Федя, да? Возвращаемся к нашим. Деньги у нас из пяти больше. Но я вам сегодня про пять только расскажу. Деньги у нас из пяти источников. Я еще про несколько знаю, но это по секрету рассказываю только на командном обучении. Вот. Поэтому первый, Настя, ты знаешь, первый источник дохода нашей системы. Ну, конечно. Это наша криптовалюта и каренси, которая растет и растет. Каждым днем, часом, минутой, и все больше. Вы только представьте, сколько там, год, полтора назад, она стоила 30 копеек, а сегодня она стоит 100 рублей. Чем больше она растет, тем больше денег в фонде. Мы ее покупаем на сегодняшний день за 100 рублей, а при подтяжке ее в свои потоки она принимается в фонде от нас за 500 рублей, допустим, от пистата вы потом взять, или другие за 400, там, накопитель нам 450. Только если вы купили за 100, а продали за 500, представляете, в 5 раз дороже. Деньги от криптовалюты, в первую очередь, и каренси, которая растет ниже секунды, так скажем, наверное. Это первое. Откуда? Деньги в фонде. Шикарно. Но это еще не все. Это один из просто источников такого жирного дохода, но это далеко не все. Деньги еще от справедливого перераспределения. Не по принципу пирамидальной системы, в которой мы сейчас с вами вынуждены жить в обычном мире. А по принципу одноранговой сети, либо справедливого перераспределения. Это тот принцип, который озвучил когда-то король Артур. Это круглый стол, король среди королей, равный среди равных, первый среди первых. И по этому принципу часто люди, когда идут в поход, они вокруг костра все садятся, и начинают с одного большого чана большой вкусный суп кушать. Вот это называется одноранговая сеть. По сути, у нас такой же принцип. Как устроена пирамидальная система? В какой системе мы живем? В трех словах, Настя, расскажи, пожалуйста. Да, конечно, это, наверное, всем известно, и все сталкиваются с этой несправедливостью каждый день. Самую большую зарплату, самое основное количество денег получают те, кто сидят над нами сверху. Руководители, высшее руководство, государство. Все это... Чем выше человек, тем больше он получает. Тот, кто ниже по уровню должности, профессии, уровню жизни, они получают намного меньше. Вот девушка там пишет, а не пирамидами. Вспомни, если ты выбыли в пирамидах, в тех же матрицах, наверное, все прекрасно видели, что тот, кто сидит... Первый, кто зашел в эту пирамиду, он получает больше всех. Чем ниже ты по уровню в этой матрице, тем ты будешь получать меньше всех. Так устроена пирамидальная система. А у нас же все наоборот. Все абсолютно одинаковые. Что я, находя здесь 4 месяца, что Андрей, находя здесь 7 лет, будет получать абсолютно столько же денег от своего потока, от такого же потока, который открыла я. Абсолютно все равны. Даже те, кто до сих пор здесь находятся 10-11 лет у истоков, так скажем, фонда, они также получат 150% от стартового и ускоренного потока, как я и Андрей, и как тот новичок, который сейчас смотрит на нас и откроет сегодня поток, получит так, те, кто... 11 лет в фонде находятся, так и новичок получит абсолютно одинаковое количество с помощью нейросети равномерного распределения справедливого всех средств фонда среди всех участников. Вот это второй источник. И вот многие не понимают, что такое одноранговая сеть и почему это что такое вот одно... Что такое равномерное распределение? Это значит, что вам дается все, что, по сути дела, вам нужно. Это первое. Вот, допустим, природа работает по такой системе. Вот в природе одноранговая сеть. Вот, кабанчик родился, он живет на своей опушке, у него все, что ему надо, у него есть. И травка, он ходит куда хочет, он дикий кабанчик, он кушает столько, сколько хочет, природа ему все дает валом. В нашей планете всем всего может хватать. Всем всего. С излишком и с избытком. Когда-то я читал ведические, как бы, писания, и там четко, ясно написано, это была расшифровка еще с древних летописей, которым там по пять тысяч лет это наши предки, которые в Индию унесли, чтобы индусы сохранили. Так вот, эти в древних монастырях вот и ведические писания наших предков, они сохранены, и сейчас вот многие их переводят и возвращают знания наших предков, которые мы утратили и забыли. Так вот, там четко написано, что на планете Земля без проблем могут проживать 50 миллиардов человек, вообще без проблем, да, при условии, что люди будут обладать природно-сообразным мышлением. То есть не потребительское отношение должно быть, а природное, да. Поэтому главные заповеди, которые оставляли наши предки, это... Почему славяне? Потому что славили, славили предков своих и богов, да. Почитай богов и предков своих и живи по совести, владу с природой. Вот. Вот все, что... Вот. Вот наша Библия. Вот. Вот то, что... Вот все. Понимаете? Жить по совести, владу с природой и, соответственно, почитать всех своих предков. Поэтому важно знать там до седьмого колена. Вот. Поэтому все кавказские народы, азиатские народы, они сохранили вот эту еще традицию и многие даже хотя бы поименно знают там до седьмого колена, да. Многие, вот мы, к сожалению, многие утратили это дело, да. Вот. Поэтому что такое одноранговая сеть? Это справедливое перераспределение, да. Это не когда низы кормят верхи, а когда мы все в одинаковых равных условиях. Вы пришли, зарегистрировались, открыли растущий поток, у вас тоже так же написано. Растущий поток вам даст столько же, сколько и мне, сколько и Насте, любому участнику. У всех одинаковые условия старта. Но как уже вы этим пользуетесь растущим потоком, да? Как вы пользуетесь телефоном? Можете им гвозди забивать, а можете там обучение проходить сейчас, да? Как вы им пользуетесь? Это уже ваша ответственность, это уже ваша сторона, как говорится, знаний. И вы получаете результат соответствующий. Вы взяли телефон, научились там что-то где-то, вы получили знания, знания конвертировали в деньги, изменились качество своей жизни. Либо забили гвозди, получили результат сломанных телефонов. Все, понимаете, да? То есть результаты соответствующие вашему делу. Поэтому слышали новость? Буквально три недели назад я скидывал даже у себя в канале новость, что скоро ожидается, там через годик где-то, появление нового, первого на планете Земля долларового триллионера, друзья мои. Поприветствуем нового триллионера. Понимаете? Вот, да? Тем временем, в это же время, 5 миллиардов людей на планете Земля ухудшат качество своей жизни. Там триллионер, доллар купите, если не понимаете, в каком мире живем, купили один доллар в обменник, сходите, пока доллар еще есть в обменниках, да? И один доллар купите, вот чтобы у вас было. Переверните его внимательно под лупой, посмотрите, что там нарисовано. Там пирамида нарисована, ребята. Четко, красиво. Там всевидящие окон от пирамиды. Вот. Посмотрите, почитайте, фильмы умные посмотрите, и все поймете. Вот. Так вот, низы кормят верхи. Понимаете, да? И чем жирнее верх, тем низы тут тоньше и худее. Вот так устроено. Сейчас мы живем в такой системе. Вот так вот, да? И причем тут даже по большей части никакие правительства, никаких стран, они вообще, у них только 50% власти, и они как бы рады бы что-то поменять. Но пока центр массы не сдвинется в нужную сторону, народ не проснется, даже никакая власть не сможет это ну как бы изменить и поменять. Надо, чтобы глобально все проснулись. Вот. Есть такое правило сотой обезьяны, да? Когда сотая обезьяна научится чистить банан, тогда все обезьяны на архипелаге умеют чистить банан. Поэтому так же и здесь. Когда все люди начинают просыпаться, тогда и все начинают понимать, что происходит, тогда все будет меняться. Потому что по-другому никак. Вот. Поэтому человечество ждет, когда проснутся все остальные, да? Вот. Потому что кто-то же не хочет просыпаться, кто-то кому-то и нормально, и в сонном состоянии находиться, да? Вот. Поэтому второй очень жирный источник дохода, очень грамотного, справедливого перераспределения, это не когда деньги уходят на верхушку, а это когда они распределяются по всем алгоритмам кабинетов каждого участника. Вот это, кстати, там очень много денег, поверьте мне. Дальше, следующий наш источник дохода, это от того, что у нашей системы нет хозяина. Весь доход остается, конечно же, в нашем сообществе, да? Вот. Анастасия имеет огромный опыт и участие в коммерческих проектах. Вот, Анастасия, расскажи в трех словах, что значит, когда коммерческий проект устроен по принципу пирамиды, и там вот стоит именно хозяин, который создал эту штуку, чтобы себя накормить. Да, те, кто были в хайпах, в коммерческих проектах, в матрицах, прекрасно знают, что всегда есть держатель кассы. Тот человек, куда сливаются все взносы людей, и потом, когда такой проект достигает пика своего существования, когда в нем самое огромное количество людей собралось, когда в нем самое огромное количество денег влито, этот держатель схлапывает кассу и уходит, просто исчезает. Никогда не знаешь, с какой страны он, как его зовут. Меня так удивило, когда я сюда пришла, что все вживую разговаривают на камеру, прекрасно говорят, как зовут, фамилия, имя, отчество, из какого города. Я за три года привыкла, что я ума не, потому что это человек с красивой картинкой интернета, с интернета, даже прекрасно понимая, что это не он на фотографии. И вот такие держатели кассы, они уходят, а здесь люди, вот, пожалуйста, на камеру разговаривают, ничего не боятся, не прячутся, нет кого, все мы друг друга знаем. О чем я, значит, держатель кассы ушел и все, и нет его вместе с нашими деньгами. Мы больше никогда не знаем. А есть еще такие наглые держатели, которые просто возвращаются, говорят, ай, меня обманули, ваши деньги украли, но я придумала новый проект, который сейчас мы окупим все ваши потери, и, как правило, все, ну, кто там был, знают, что это называется, добор, он приходит за остатками людей, которые еще надеются что-то окупить, и люди с бешеным желанием вернуть, отбить потерянное, складываются еще раз, и он опять уходит, один и тот же менеджер, в общем, вот, а здесь нет хозяина, нет держателя кассы, так деньги просто находятся в нейросети, как только я открыла себе поток, допустим, там, не знаю, накопительный на 3 года, я 3 года буду вносить в него деньги, эти деньги же не у меня лежат, и не у держателя кассы лежат, они уходят другим людям, которые сегодня открыли поток, и вот так распределяется, вся сумма денег в фонде распределяется между всеми людьми фонда, и ни у кого в отдельном кошельке, там они не лежат, поэтому здесь это третий такой жирный источник дохода, что весь доход остается в нашем народной кассе взаимопомощи по-настоящему, они уходят хозяину коммерческого проекта, это очень важный момент, очень, я как человек, который 10 лет создавал разные бизнесы, я четко понимаю, для чего делается коммерческий бизнес, только для единственной цели получения прибыли хозяину проекта, прежде всего, админу, хозяину проекта, учредителю, совету акционеров, не знаю, называйте это как хотите, это все одно и то же, держатель кассы, правильно я сказал, поэтому вот это жирный источник дохода, еще один источник дохода, четвертый, это деньги от того, что у нас постоянно мы пополняем потоки, да, это так интересно, потоки так хитро устроены, что их надо постоянно пополнять, и чем больше ты их пополняешь, тем больше ты получаешь, расскажи вот в трех словах, Настя, да, очень часто новички спрашивают, вот если не будем приглашать, не будут приходить люди, ваш фонд схлопнется якобы, и я всегда отвечаю, новички-то с какими суммами приходят, открыть растущие на тысячу рублей, просто попробовать, пока они боятся, пока они там приглядываются, пытаются разобраться, все приходят на самые-самые минимальные суммы, растущие на тысячу, накопитель на тысячу, и то очень редко, ну дай бог быстро на три, поэтому основные, основная масса денег, фонд заходит именно от тех людей, кто давно, либо кто недавно, но уже разобрался во всем, я растущие открывала на 8 тысяч рублей, за три месяца, я в него уже вложила 200 тысяч рублей, потому что я разобралась, потому что я здесь уже немало времени нахожусь, хайпом мы бы уже давно прогорели все дружно, и таких, как я, сотни тысяч человек, которые не хотят, вот сегодня, допустим, мне растущие дает 1118 рублей в день, ну все, мне же мало, я хочу, чтобы он мне давал 3000 рублей в день, и я прекрасно понимаю, что я буду часть денег из него брать себе на жизнь, там часть какую-то я заберу в отпуске, и потом я буду дальше наращивать, наращивать, и я прекрасно понимаю, что я больше в него буду вкладывать, чем когда-то я вложила 8 тысяч рублей, только для того, чтобы мой уровень дохода все больше рос и рос, поэтому деньги не от новичков, а деньги от того, что все участники, разобравшиеся и почувствовавшие вкус постоянного дохода, постоянно открывают новые потоки, и пополняют существующие потоки, а не новички. Абсолютно верно, то есть исполняют главные функции инвестора, грубо говоря, инвестируют в денежные потоки, то есть постоянно кладут, берут, кладут, берут, ведь не задача срубить бабло, задача жить, выйти на уровень жизни, который вы хотите, на нем закрепиться и жить, поэтому это деньги растянутые во времени, оказывается, даже такое понятие есть, в банке не задавали такие вопросы, когда депозиции делаете, да, а у вас деньги растянутые во времени? Даже интересно посмотреть на лицо этого менеджера-кассира, который будет договор вам готовить. Пожалуйста, вам отказано в депозите. Есть еще один очень интересный источник дохода, но я этот доход, есть еще несколько, но я еще про один только расскажу. Я этот источник заметил только тогда, когда я стал анализировать уже большую команду, как бы. Это экономия от неэффективного управления кабинетами своими участниками. Что вы думаете, все прям так научились и пошли, прям сразу стали такие миллионеры, и нет. Не представляете? Люди, кто-то учится, у тех все шикарно, прям мега умнички, у тебя все быстро взлетает. А кто-то, блин, не хочет учиться, говорит, у меня полный стакан, мне некуда наливать, мне нет времени, чтобы кнопочку нажимать, у меня нет времени, чтобы командное обучение прийти и посмотреть, у меня нет ничего там, но я хочу много денег, но у меня нет времени, да? То есть, человек полный стакан, поэтому Аватара смотрели, фильм Аватара, все, кто смотрели фильм Аватар, первую часть, когда он пришел там в это племя, он говорит, научите меня, она ответила им, жрица, да? Она говорит, мы взрослых не обучаем, потому что ваш стакан слишком полный, некуда наливать знания. Он говорит, мой стакан пустой, говорит, наливайте сюда, я тупой десантник, у меня мозг стерильный, поэтому мне есть куда наливать, и поэтому за счет того, что он был тупым десантником, у него получилось, у него мозг был свободный от лишней информации, у него получилось питать те знания, которые в Аватаре ему загружали. Вот, поэтому на данный момент только через какое-то время, только через какое-то время некоторые участники, таких процентов 10-15, которые делают самостоятельно неправильные действия, получают меньшее количество, которые бы они могли бы получать. Система бы и рада бы им дать, так не берут, потому что не хотят учиться. Вот, поэтому есть категории участников, которые не хотят учиться, и потом они приблизительно понимают, с какими они участниками вместе пришли, и вот очень хорошо работает такая штука. Ой, я же с Федей вместе пришел, а Федя уже миллионер, а я еще нет. Вот, вот тогда включается, тогда все включается, и начинаешь изучать, начинаешь что-то считать, начинаешь там что-то это, потому что Федя-то опередил, да, Федя не тупил, Федя заходил на обучение, смотрел, регистрировался, делал все, что говорят пригласители, лидер, вот, а ты занимался своими какими-то делами в другом месте, с какими-то другими людьми, у которых другие ценности, и у которых другие задачи по жизни. Поэтому ты, соответственно, приобрел те результаты, которые, куда время уделяешь, того становится больше, куда время, внимание, энергию уделяешь, того становится больше. Поэтому ты, может, что-то в другое взращивал, не знаю, что ты там взращивал, но сам факт, что это есть. Вот, деньги у нас как минимум из этих пяти источников дохода. Вот, поэтому, если вы поняли их, я очень рад. Если же нет, ну, значит, надо что-то, будет более внимательно вам пересмотреть, наверное, на эту запись и еще раз, вот, еще раз понять это все дело. Вот у Оленьки столько много вопросов, я смотрю. Если у вас white paper, ну, есть у меня белая бумага, вокруг меня столько белой бумаги лежит, формат А4, А3, А2, какой вам нужен формат? У меня все это есть. Вот, но если white paper, вы имеете в виду, и currency, то, конечно же, надо зайти вам на сайт ecr.money и непосредственно изучить. Там и white paper есть, там и блокчейн есть, там и можно на GitHub посмотреть. Там все для вас, как говорится. Если вы конкретно изучаете тему криптовалюты и вам интересен код, почитать там, поразбираться, то без проблем, конечно же, поразбирайтесь. Но рекомендую вам разобраться лучше с потоками, вот, и от того, что какой код у криптовалюты, от этого у вас денег не прибавится. А вот потоки вам могут реально, сегодня же создали поток, быстрый, сегодня же подтянули и currency, сегодня же нажали на кнопочку и сегодня же получили первую прибыль. Либо разбирайтесь в коде криптовалюты, если это принесет. Если вы профессионал, получили пять лет образования, соответственно, не знаю, МГУ, не знаю, IT-технологии, и вам это интересно, то, пожалуйста, разбирайтесь. Я думаю, что, возможно, что-то интересное для себя подчеркнете. Ну, а так, конечно же, рекомендую однозначно разбираться в потоках лучше, чем идти и пытаться само... как это называется? самоучкой, вот, да, самоучка, да, многие самоучки считают, что они разбираются, узнали несколько определенных слов, очень интересных, да, да, и уже в криптовалюте шарят. Не, вы не шарите в криптовалюте, вообще не шарите. Вообще, в криптовалюте не много людей на этой планете, которые шарят, да. Нормальных блокчейнов, нормальных блокчейнов на планете Земля, внимание, на планете Земля нормальных блокчейнов, которые реально в жизни людей используются, не больше 30. На всей планете Земля 8 миллиардов. 30 блокчейнов, которые реально используются сейчас каждый день, и которые приносят людям пользу и деньги. 30 штук максимум. Все остальное это хайп, маркетинг и так далее да блокчейн там на первые там блокчейны там не знаю эфира трона тона там и так далее нормальная блокчейн да так вот у нас собственный блокчейн который приносит нам уже результат более пяти лет поэтому если у вас есть желание покопаться конечно же копаемся смотрим анализируем и получаем результат теперь про поводу пирамиды мы рассказали по поводу лохотрона да вот скажи пожалуйста вот как-то отвечу на такой вопрос твой вы лохотрон да конечно мы лохотрон мы собрались несколько тысяч сотен человек чтобы обмануть именно того кто спрашивает лохотрон это или не лохотрон каждый день разговариваем живую покупают люди машины квартиры ездят на моря просто потому что они находятся в лохотроне ну раз лохотрона лучше даже не вникать и пройти мимо там где не лохотрон все верно да друзья мои лохотрон всем бы такой лохотрон который бы платил бы каждый день внимание ни один коммерческий проект не платит каждый день это экономически невыгодно это дурость с точки зрения бизнеса и с точки зрения накормить хозяина это просто вообще это сразу от приори откатывается этот вопрос и конечно же во всех коммерческих проектах нужно приглашать у нас нет обязательства приглашения мы плавно перетекаем к тому что нам не обязательно приглашать хотите приглашаете хотите не приглашаете у нас нет мы это перед пережиток коммерческих проектов мы это уже прошли давным давным-давно нас нет обязательно приглашение и даже когда и даже когда я пришел в семнадцатом году тоже не было обязательно приглашение то есть не было такого что вот надо обязательно приглашать там еще что-то нет такого смысл в том что у нас специально создана в сообществе такая система которая сама себя приглашает люди не могут молчать потому что это такие вещи которые охрененно работают а когда человек получает охрененно результат он не может молчать и понимая что этот результат нужен всем у него просто глаза лезут на лоб и он понимает что это надо всем и он не может молчать поэтому когда по-настоящему сделал народный достойный продукт этот об этом продукте начинает идти молва это называется сарафанное радио поэтому сарафанное радио работает на сообщество и не надо никакой рекламы поэтому часто очень часто многие мои участники особенно участники в моей как бы ячейки на которые говорят что вот я там три месяца смотрел я еще три месяца кнопочку нажимал я еще три месяца читал вот прошел вот год и вот я созрел кому-то что-то рассказать и только начинаю рассказывать своим там двум трем знакомым они каст уже здесь есть я в шоке говорит а как так вот думаешь они тебя ждать будут им же тоже нужны деньги им же тоже надо менять свою жизнь к лучшему он просто в шоке просто понимаете он реально понимает что он весь этот год тупо тупил он он просто и пришли другие люди рассказали его знакомым и ушли они знакомы ушли не в его команду а ушли в другие команды вот и все понимает вот и он сидит таки глазками хлоп хлоп и все понимает что нейронная связь в голове перестраивается и он понимает что боже мой так я реально подтупливал вот и и надо газ в пол как говорится и вперед вот и такие люди начинают уже по-другому себя вести более уверенно более наращивать свои потоки идти к своим целям поэтому друзья мои приглашать не обязательно хотите приглашайте хотите нет у меня куча участников которые не приглашают живут вот так вот миллионами крутят вот так вот на своих потоках тоже начинались небольших сумм только выбрали свой определенный алгоритм свой путь кто-то работает где-то со своих денег кто-то работает даже с других денег и на данный момент шикарно себя ведут ни одного человека не пригласили но зато все потоки крутят у них как комбайны потоки работают а есть наоборот другие люди которые пришли с минусами там с потерями там со страданиями со слезами вот они разбирались денег не было и вот они с минималки зашли и начали строить команду начали брать деньги из рекламного бюджета за счет денег из рекламного бюджета они начали наращивать свои потоки и сейчас эти потоки также их кормят у них там тоже миллионы они тоже ими как комбайнами крутят такой них еще и команда есть поэтому и те и те участники очень хорошо себя чувствуют все довольны и именно поэтому мы вот здесь вот собираемся довольные все улыбаемся да потому что у каждого есть кнопочка мы знаем где брать деньги каждый день нажимаем на нее кроме воскресенье у нас воскресенье выходной кнопочка так задалбливается за неделю мы представляете несколько несколько сотен тысяч участников нажимают эту кнопочку как каждый день она просто просто устает поэтому ей надо выходной в воскресенье у нас кнопочки не работают она отдыхает от нас в понедельник она уже готова опять к нажатию в любое удобное для нас время вот мы нажимаем и опять и она начисляет нам деньги и все происходит так как она задумана именно поэтому эта система создавалась двенадцатый год вот уже да и она продолжает дальше вот те кто уже хотя бы полгодика здесь да остановились да и здесь они уже они уже заметили что система дальше продолжает развиваться оказывается да она не стоит на месте что-то появляется новенькая постоянно что-то где-то докручивается допиливается что-то усовершенствуется где-то какая-то фишечка появляется и так далее сообщество развивается это это живое такой международный организм который это новая форма объединения людей называется онлайн децентрализованное сообщество свободных людей которые объединили свои усилия свои активы для того чтобы помочь друг другу прийти к своим целям вот это полное точное определение что у нас за за кубышка за не знаю это что у нас за общак что у нас за сходка да как еще можно это назвать что у нас за сообщество вот и я думаю что я очень рад честно сказать что те возможности которые мы сегодня с насти рассказали дают реально каждому человеку изменить свою жизнь лучшим это конечно греет это реально воодушевляет вот и сейчас мы готовы ответить буквально мы уже тут в год два часа уже прошло время летит очень быстро вчера был такой эфир тоже до вас помимо часа сегодня сейчас мы готовы ответить на вопросы давай почитаем что у нас там есть в чатах если кто администратора есть здесь в чате откройте пожалуйста микрофончики вот если есть вопросы ребята задавайте у вас есть буквально пять минут вот и будем непосредственно отвечать подскажите снимаются ли накопленные проценты в сберкассе у меня накопилось 200 рублей и как их добавить к основной сумме но сергей все снимается вопросы задавайте своим пригласителям и лидерам потому что если вы до сих пор не поняли как это делается то есть вам надо на пальчиках это все показывать и пока вам на пальчиках это не показать то есть вы не поймете то есть устно словами я вам сейчас не смогу объяснить вам надо открывать вашу сберкассу обратите внимание есть три черточки жмем туда жмем сюда жмем сюда бам и результат поняли да то есть вам надо за ручку идти со своим лидером и пригласителем поэтому держим снять держим связь с ним так дальше курс и каренси растет за счет подписанных людей причем здесь подписанные люди курс и каренси растет за счет спроса на и каренси а спрос на и каренси за счет того что и за счет и каренси прибыли при умножение в потоках поэтому оленька вам надо срочно зарегистрироваться у вас столько много вопросов и начинать со своим пригласителем и лидером вплотную на практике разбираться да запустить какой-то поток пытаться подтянуть и каренси понять за счет чего прибыль начислять прибыль первую получить и тогда меньше вопросов появится теорию всю историю сообщества которое уже 12 год всю историю в один день не втолкнуть в голову надо это разбираться вот у анастасия огромнейший опыт в интернете да вот сколько-то лет в онлайне вот так вот в хайпах было вот с первого декрета 2011-100 обалдеть это сколько 12 лет были хайпы были онлайн магазины сетевой маркетинг все было важно факт 12 лет в онлайне и причем из команды и так и сяк но даже даже с огромным опытом анастасии огромным да нам понадобилось минимум месяц очень плотного контакта друг с другом чтобы хоть 90 процентов вопросов ушли и потом и потом еще допиливали еще даже продолжаем еще где-то допиливать какие-то ответы на какие-то вопросы да друзья целый месяц понадобился чтобы въехать по-настоящему но зато я вот благодарен анастасии что она настолько настолько терпеливая настолько но трудяшка настолько въедливая настолько хочет понять саму суть и вот она меня тюк 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 и и мы все поняли и за счет этого у нее просто вот просто сейчас разрастается команда крепнуть все позиции во всех потоков и с каждым днем все лучше и лучше и лучше поэтому у нас успел у нас преуспевает вот человек который захотел по-настоящему разобраться сел взял и разобрался не на теории а на практике три тысячи вас не спасут откройте быстрый поток начните кнопку нажимать вам хоть на кофе денежки будут уже тикать вот и любой лидер любой участник у вас купит эти рубли на сберкассе очередь стоит у меня на миллион стоит очередь если ребята кстати у кого есть рубли на сберкассе пишите мне в личку вот купим миллион два три без проблем вообще то есть если у вас есть мы все скупаем я и со своей командой мы все скупаем поэтому вопроса с выводом средств у нас нет вообще вопрос заводом есть надо грамотность чтобы зайти криптовалютой надо еще с обменниками научиться работать надо научиться с биржами работать надо с криптовалютными кошельками научиться работать и так далее а вот с выводом вопросов вообще нет поэтому ребята если у кого-то есть рубли на сберкассе пиши мне в личку и через безопасный обмен спокойненько мы у вас все скупим вот нася вот лично купит наверно тысяч триста сходу сейчас вот мой эфир заканчивает и сразу 416 мне надо сегодня 416 надо ребята не пропускаем эту возможности продать рубли со сберкассе да вот поэтому друзья у меня несколько миллионов стоит за плечами людей которые просто хотят вот по простой схеме быстренько зайти и все поэтому используем эту возможность и все будет хорошо так вопросы кто готов задать вопрос олег открыла микрофон слушаю олег доброго дня андрей провокационный вопрос все знают что криптовалюта имеет определенный объем и вот слово наш наше содружество будет существовать вечно пророчат биткоину там еще три-четыре года я так понимаю что и карин все равно существует тоже свой объем ну допустим там лет десять-пятнадцать и так далее что будет после того когда этот объем будет исчерпан а давайте проживем есть 15 лет 12 прожили значит еще не так уж и много осталось нет и каренси и не не олег и каренси запущена была в восемнадцатом году это раз дальше количество монет 33 миллиона там там 33 вот 33 миллион триста тридцать три миллиона вот количество монет в итоге да общее общее количество монет на майне на не знаю там если процентов у нас за все это время на майне на процентов 10 15 20 то слава богу это раз да во вторых нам нужно смотрели сейчас настолько жизнь быстро идет я вот общаюсь с бизнесменами довольно крупными да и вот они вот один в один вот повторяют друг друга они четко говорят что горизонт планирования сейчас в любом бизнесе даже самом крупном уже устоявшимся многолетним десятилетним бизнесе два часа то есть каждый бизнесмен встает рано утром он ни хрена не знает что будет сегодня понимаешь да олег ты мне спрашиваешь про 10 лет если бизнесмен с устоявшимся бизнесом которому 10 15 20 лет просыпается утром и он ни хрена не понимает что сегодня ждать он в стрессе да потому что все очень быстро меняется конкуренты очень быстро заходит с искусственным интеллектом не технологии появляются и модернизируется все очень быстро и надо настолько держать крыться хвост и по ветру чтобы на плаву оставаться что просто сейчас бизнес в большом стрессе находится вот а ты мне задаешь на десятилетия вперед вопрос сейчас в информационном веке это просто невозможно да за точно у нас надолго и скажу честно что все что у нас есть это то что мы хотим то есть если мне как участнику нужно будет этот инструмент дальше то он будет работать если нас он будет да он будет работать если вот олегу надо будет и каренси и он будет получать от этого в потоках деньги он будет работать этот инструмент понимаете То есть до того момента, пока нам деньги будут нужны, значит потоки будут работать. Значит нам нужны будут e-currency, чтобы у нас была прибыль. Значит спрос на e-currency будет. Значит мы будем идти в сберкассу BlackBit на Money Storage покупать e-currency. Значит соответственно будет расти и цена в том числе на e-currency. Понимаешь, да? Тут все не от количества e-currency или еще там от чего-то. Тут зависит от другого. Насколько у нас люди будут хотеть большего уровня жизни, наверное. Вот если Настя захочет большего уровня жизни, Настя здесь скажет, а я хочу в растущем потоке 10 миллионов. И тогда мне надо будет, чтобы у меня было 10 миллионов, мне нужно будет там либо несколько пополнений сделать там по миллиону, да? Соответственно мне надо e-currency, там несколько тысяч e-currency подтянуть. Соответственно мне надо будет идти их купить. Понимаете? Да и тогда бам, Настя выскакивает на другой уровень жизни. У нее в растущем потоке 10 миллионов. Она нажимает первое начисление, даже при условии копилка пустая, 0,3 процента и получается 30 тысяч в день. Пам-пам. Классно, да, Настя? Пам-пам. Потом 31, потом 32, потом 33 и так далее. Вот. И таким образом спрос на e-currency растет за счет того, что первое, конечно же, у нас потихоньку единомышленники находятся. То есть нам все люди на планете Земля не нужны в сообщество. Вот этот момент я понял за 7 лет, да? Нам нужны единомышленники. Тем, кому интересно то, о чем я сегодня и Настя, вот мы 2 часа говорили. Вот эти люди нам нужны. Все остальные пускай идут туда и занимаются своими счастливыми делами, да? У каждой по-разному. Кто-то по матрицам бегает до сих пор, пускай побегает еще годик-два, потеряет там до конца все, а потом сядет, поплачет и придет. Вот. Кто-то еще там на работу ходит, пашет, пока его не уволят, вот. И пока до пенсионного возраста не дойдет, пока он не нужен, станет уже в системе, она его не выплюнет и все, да? Так интересно устроено, что когда человек выходит на пенсию, после 70 лет ему даже кредит в банке не дает никто. То есть приходишь, представляете, что, допустим, вы ввели здоровый образ жизни, вы такой довольно поджарный, хороший молодой человек, вам 70 лет, вот. Вы хорошо выглядите, то есть вы не пьете, не курите, медитацией занимаетесь, йогой занимаетесь, заплывы делаете там на километре туда и обратно, у вас шикарно все работает, у вас хорошее здоровье, но вы, вам 70 лет, вы приходите в банк, вам говорят, мы не даем кредиты таким людям с таким возрастом. Вы для нас не клиент. И вы даже не сможете себе, там, не знаю, окно поменять, которое вы ставили 30 лет назад, потому что, ну, на данный момент придется подкопить что-то, подужаться, эту пенсию как-то, что-то где-то, если не подумать о себе заранее, да? Вот, то просто мне настолько интересно наблюдать, как наша система, в которой мы живем, она просто выплевывает людей за 70, все, просто для нее не существуют эти люди. И просто вот на уровне его пенсии, все, пенсию дал, все, остальное свободен. Все, то есть, понимаете, это так очень интересно. Поэтому говорить, что будет через 10 лет, мы с вами вообще не знаем, что будет через 10 лет, да? Вот, может быть, уже роботы будут ходить по улицам, и мы с ними будем здороваться, доброе утро говорить каждый раз. Вот, мы же этого не знаем, не знаем. Вот, кто бы мог подумать в 2015 году, что в 2020 году нас закроют на пандемию? Кто бы мог подумать? А что в 2022 начнется СВО? Кто бы мог подумать? А что в 2023 будет бум по искусственному интеллекту, и непосредственно он ворвется во все производственные процессы? Кто бы мог об этом подумать? Никто. Это все появляется, и с этим уже начинается разбираться. Поэтому, как важно жить здесь и сейчас, наша жизнь – это здесь и сейчас. У нас здесь и сейчас есть шикарнейший инструмент. У нас здесь и сейчас есть сообщество в несколько сотен тысяч участников. У нас здесь и сейчас есть вся финансовая инфраструктура, уже созданная, на которую уже потрачено несколько десятков миллионов долларов. У нас здесь и сейчас есть доход с потоков. Так, может, давайте будем брать здесь и сейчас и жить полноценно, жизнь ставить себе цели хотя бы на этот год и их достигать. И я думаю, все будет очень хорошо. Надеюсь, Олег, я немножко ответил на ваш вопрос. Вот, если да, то я... Андрей, еще один провокационный вопрос. Мне его сегодня задал один из моих рефералов. Курс икаренси растет. Сегодня вы, все говорят, там, несколько... Какое-то количество времени назад было 15 рублей, сегодня 100 и так далее. Вопрос моего реферала. А если вдруг, и дай бог, там, курс икаренси догонит биткоин и так далее, будет ли выгодно, допустим, положить тысячу рублей, если тот же икаренс будет стоить так же тысячу рублей? Ну, для того, чтобы... Смысл в том, что типа икаренси дорожает, значит, невыгодно будет потоки запускать, да? Типа этого? Все, кто уже здесь подольше, уже знают, что есть такое понятие, как балансировка системы. Поэтому в любом случае, неважно, сколько икаренси будет стоить, даже тысячу рублей, всегда потоки будут выгодны. Поэтому идет автоматическая балансировка нейросетью курса, подтяжки икаренси к потокам. И мы заметили, что с каждым разом при резком скачке курса у нас меньшее количество икаренси надо подтягивать потоком. В итоге нам все равно выгодно становится. Понятно, да? Да, у меня полтора месяца. И еще один вопрос, который сегодня мне тоже задали. У нас вообще шикарный в Содружестве мультивалютный кошелек, просто шикарностный, с которым приятно работать. Но в дальнейшем планируется ли, вот мы часто говорим, вот только что Андрей сказал, у кого есть миллион и так далее, прямые поступления при работе с каким-то выводы, поступления с тем или иным банком, неважно какой страны? Настя сейчас ответит на предыдущий вопрос еще, хотела. Да, это про рост курса икаренси. Помнишь, Андрей, месяца полтора назад у меня была истерика, когда икаренси с 83 рублей до 90 с чем-то прыгнули. У нас разница во времени с Андреем в 5 часов. Я там целое лето здесь написала, о боже мой, все кончено. Как мы его теперь будем подтягивать такой дорогой икаренси? Теперь раньше надо было на стартовый поток в рублях икаренси потянуть на полторы тысячи рублей, а сейчас надо там на три тысячи, ну это, к примеру, я уж не помню. Боже мой, боже мой, у меня сейчас люди там где-нибудь будут брать столько денег, они уже открыли стартовые потоки, где брать им деньги. А потом хоп, и вечером подтяжка икаренси, курс приемки икаренси, точнее, стало не 300 рублей, ой, не 240 рублей, а 400 сразу, да, и сразу стало не 28 икаренси нужно для подтяжки, а 18, по-моему, или 15. То есть балансировка всегда происходит, и стоила подтяжка в рублях, если говорить на стартовом потоке на пять тысяч номиналом, по три тысячи рублей, так она и будет стоить. Будет стоить три тысячи одной икаренси, значит, будет одна сотая икаренси необходима для подтяжки. Абсолютно верно, да, и очень важно в этот момент понимать, что система автобалансируется, поэтому система уже у нас умная, поэтому все в ней очень хорошо. По поводу вывода завода и так далее, да, вы поймите одну простую вещь. Если вот такие вопросы появляются, это просто непонимание того, как устроена сейчас финансовая система. Еще раз я повторю, смотрим фильмы, вот, Олег, я просто вот настоятельно рекомендую, прям вообще, это просто дружеский совет. Деньги, пирамида долгов, это вот, это базовый фильм, это для детей, понимаешь? Это для взрослых детей этот фильм. А для взрослых-взрослых фильм это Дух времени, первая, вторая, третья часть. Вот это для взрослых-взрослых людей. Поэтому вот я настоятельно рекомендую, пожалуйста, посмотри этот фильм. Поверь мне, что когда ты его до конца досмотришь, у тебя просто, ну, вопросы сотрудничества с банковской системой вообще у тебя вообще отпадет, вообще. И ты скажешь, чем дольше мы не будем с ней сотрудничать, тем дольше у нас все будет прекрасно. Понимаете? Понимать вопрос, это вопрос одного из моих рефералов. Ну, реферал не понимает, в какой системе он живет. Он не понимает, как устроены законы мировой финансовой системы. Он не понимает, как устроена банковская система. Он вообще не понимает. Дайте ему этот фильм, пускай смотрит. То есть, почему я быстро услышал Дмитрия Васадина? Потому что я фильм «Деньги, пирамиды, долгов» я посмотрел еще в далеком 2007 году. А «Дух времени» потом еще через год, в восьмом. И потом последние части выходили в девятом году. Понимаете? Это я еще смотрел 15 лет назад. И поэтому я понимаю, как это работает. И те, кто не понимает еще, ну, он просто стерильный. Я вот, по-другому людей так назвать невозможно. Надо ликбез делать. Надо, чтобы человек понял, откуда берутся деньги. Как они распределяются. Как они перераспределяются. Вот слово «распределение» и «перераспределение» – это два кардинальных разных слова. И смысл огромнейший несут вот эти два слова. Что такое эмиссия денег? Матершинное слово «эмиссия». И как оно происходит? Откуда нолики рисуются на компьютерах банковских? Надо все это понимать, как это работает. И тогда вы начнете врубаться вообще, почему банкиры все леды ездят на майбахах, а работяги ходят, дай бог, на «Жигули» колеса купить. По одной простой системе. Они знают, как устроены денежные потоки. И они ими умеют управлять даже. Они сначала хотя бы… Первое надо знать, а потом научиться ими управлять. Так мы в потоках своих учимся ими управлять. Поэтому, друзья, как важно учиться. Поэтому настоятельно рекомендую. В истории нашего сообщества был момент, когда мы сотрудничали с банковской системой. Это было в самом начале. И это, по-моему, было на территории Украины еще тогда. Наша украинская, можно сказать, часть нашего сообщества сотрудничала с банковской системой. И тогда банковская система там заблокировала счета наших. Это первый урок, который мы заплатили за сотрудничество с банковской системой. Он был очень дорогой урок, но сообщество его переварило, сообщество сделало вывод определенный и пошло дальше в параллельный финансовый мир. Кстати, благодаря только этому у нас сейчас есть инфраструктура, потому что тогда именно было принято решение создать все свое и не зависеть ни от кого. Ни в зависимости от страны, ни от какого банка, ни от какой платежной системы. А криптовалюта сейчас и дает такую возможность. Поэтому вперед, сообщества свободных людей должны быть свободны, в том числе и от банковской системы. Если ваш участник не понимает, куда он пришел, скажите ему, ты пришел в сообщество свободных людей, а значит быть свободными даже от банковской системы. Вот и все. Понятно, да? Сейчас мы живем в таком мире интересном, что мы можем все купить за USDT. Сразу со сберкассы и мани-сторожи. Берете, выводите деньги из потоков в сберкассу свою, туда там сколько стоит квартира в Анталии, не знаю, там 100 тысяч USDT туда заводите, приезжаете в Анталию вместе со своим телефоном и сберкассой, либо мани-сторожем и переводите застройщику USDT и у вас квартира в Анталии. Понимаете? Зачем вам банки? У меня вот вопрос возник. Вот тот, кто задает такие вопросы, он не понимает уже, уже не понимает, в каком мире он живет. Он уже устарел. Он уже динозавр. Надо немножко как бы стараться идти в ногу со временем, стараться. Она очень быстрая, я не успеваю за ним. Но надо стараться идти в ногу со временем. Сейчас, имея телефон и имея USDT, неважно, на сберкассе, мани-сторожи, на пэйре, не знаю, там, где угодно, вы с помощью USDT можете оплатить рестораны, квартиры, можете купить себе недвижимость, можете расплатиться за аренду автомобиля. Все, что хотите. Во всем мире так. В какой-то стране больше, в какой-то меньше. Но в любом случае у вас веер возможностей. Поэтому сейчас пытаются USDT там немножко поджать, но слабо получается, но пытаются. Вот. Используйте эти моменты, и все будет хорошо. Поэтому не дай бог нам сотрудничать с каким-то либо... Если надо будет, и Дмитрий Васадин решит принять решение, он увидит окошечко, окошечко, в котором можно будет создать свой собственный банк, он создаст. Но я думаю, у нас есть онлайн свои банкинги, и нам этого, в принципе, всего хватает. Поэтому на данный момент это так. Так, ну что, Анастасия? Еще, может, у кого-то вопрос есть последний? Отвечаем на последний вопрос. Добрый, добрый, добрый вечер, Андрей. Так, Ольга, да. Будьте добры, две минутки. С меня сегодня прет адреналин благодарности. Знаете почему? Я благодарна за это сообщество, благодарна своему наставнику-лидеру, который меня пригласила, Надя Андреева. Андрей с меня буквально через день мы созвонили, сейчас разговаривали. Анастасия Новосибирск, тоже благодаря прекрасной презентации, прет адреналин. Почему? Потому что я зашла в потоки, и в накопительные три потоки. То есть я пенсионер по линиям ВД, но сегодня у моей внучи Анастасии, ой, Анастасия, это дочь Виктории, 10 лет. И я открыла накопительные благодаря тому, что у меня есть стимул, энергия. И знаете, ребята, на тысячу рублей, две с половиной и шесть тысяч не побоялась. И я изыскиваю возможности не только свою пенсию, но еще подрабатываю юристом и зарабатываю, чтобы развивать свой растущий поток. Даю возможность. Девушка в фитнес-клубе, Ольга. А я, говорит, собралась деньги относить Сбербанк. Какой Сбербанк? Какие четыре тысячи? Все, вот сегодня с ней общаемся. Ну, то есть как положено, волшебную монету и так далее. Знаете, ребята, вот кто новички, заходите, не упускайте такую возможность. То есть я хочу сказать, не тормозите своим процессом. И я часто говорю, что наши действия говорят больше, чем слова. Нужно действовать, действовать, 3D. Надя говорит, как там 3D, да? А я говорю, действовать 3D. То есть делать бизнес дома. То есть, ребята, шикарно. Делать деньги дома. Да, да, да. Ни разу не засомневалась. Делать деньги дома, да. Да, да, делать деньги дома. Стартануло первый же день 8 октября 23 года. Прям первый же день. И все, то есть развиваемся и даю возможность другим. Не видела еще, приблизительно даже близко. Не было там где-то хайповых. Ну, нравится очень криптовалюта, биткоин, икаринс. Поэтому возможность шикарная. То есть я довольно рада. Никуда больше не смотрю на какие-то иные проекты. Здесь классно. Здесь действительно какая-то есть. Не какая-то, а уверенность. Понимаете? Я не боюсь на 3 года, да? То есть кто-то на 5 лет. То есть развиваемся, достигаем и уже стартануло, конечно, на растущих, как полагается. То есть смотрю, смотрю, так прекрасно нажимать эту кнопочку, начислять. Действительно сумма увеличивается. Благодарю, Андрей. Благодарю, Анастасия. Благодарю своих наставников, лидеров, топ-лидеров. Шикарно. Я довольная. Благодарим, Ольга, за прекрасные слова. Ну что, Анастасия, давай заключительное слово. У нас уже и так сегодня мы опять дали жару, 2,5 часа. Давай, заключительное слово и будем, кажется, прощаться. Идти делать великие дела. Ребята, хочу сказать всем новичкам, всем, кто, допустим, сегодня первый раз видит эфир. Обратитесь к тому, кто вас пригласил. Или выберите человека, который предлагает вам бот в этом чате. И просто возьмите ссылочку, зарегистрируйтесь. Зачитайте то, что написано в личном кабинете. И если не зайдет, бросьте и проходите мимо. Не надо думать, что, ой, мое, не мое. Если вы думаете, что не мое, то и не надо тратить на это, что не свое, не наше время и так далее. Мы сообщество единомышленников. И действительно, тем, кому по душе это заходит, кто ищет свободу, уверенность с завтрашним днем, они сюда приходят. Если вам что-то не понравилось, не устроило, просто уходите и все. Никто вас сюда не приглашает насильно, не зовет. Мы только делимся тем, чему сами научились, и тем, в чем развиваемся, и как становимся все счастливее и свободнее. Все, кто понял, всем, к кому зашло информация от Андрея. Сегодня, кстати, мне сказали, что можно идти только ко мне и за улыбки. Кому зашла моя улыбка, пожалуйста, приходите. Мы очень всем рады. Мы поможем вам развиться, поможем вам обрести свободу. Я здесь для этого. И те, кто тоже хотят этого, все будут с нами. Всем огромное спасибо, что пришли и прослушали целых два стойных часа. Шикарно, я очень. Спасибо за поддержку. Кстати, про новичков. Почему я так говорю уверенно? Если вам не нравится, уходите. Я сюда пришла не по приглашению. Я слышала, кстати, три года назад о потоках и не пошла. А потом, когда набегалась в хайпах и совсем критичным для меня был конец 23-го года, я вспомнила слово поток, думаю, где-то же что-то про него столько раз говорили, не просто так. Кстати, вот для девушки Ольги, я еще не видела, кто пишет, что за Ольга, но судя по вопросам, она хайповит. И, Оля, для тебя. Ты же знаешь прекрасно, что лидеры нас при скаме не зовут. Поэтому один ответ рассказывает о фонде не просто так. Поэтому здесь по-любому не скам. А если сомневаешься, иди в хайп, там скам. Это для Ольги послание. Надеюсь, он меня поймет. Вот, Андрей, тебе огромное... А, я начала говорить, что меня никто не пришел. Действительно, я по поиску в интернете слова поток наткнулась вот на этот гостевой чат. И как раз шел у Андрея эфир, я сама к нему постучалась. Потому что мне зашло. Зашло с первого раза. И, кстати, в первый же день открыла все потоки. Все пять видов потоков. Вот если вам зашло, приходите. Андрей, тебе огромное спасибо. Буду благодарить всю жизнь, наверное. Я очень рада, что мы здесь. Это действительно так, что с этой системой хочется прожить ее просто всю жизнь. Понимаете? То есть эта система создана специально. Раз уже... И мы будем играть в эту денежную игру. А деньги – это искусственная штука, придуманная людьми. В природе денег не существует. Понимаете это, да? То есть это искусственная игра, придуманная людьми. И люди в нее играют. Ну, раз мы в нее играем, то будем играть по своим каким-то правилам безопасным для нас. И тем правилам, которые человека не закабаляют, а раскабаляют. Делают его свободным. Здесь просто другие правила игры. И поэтому Дмитрий Васадин придумал этот прекрасный мир. За что ему, конечно же, огромная благодарность, что мы имеем такую возможность вот собраться вот так вот единомышленниками и рассказать всем про эти прекрасные возможности. Всем удачи. Благодарю, Анастасия, за прекрасный эфир. И до новых встреч в нашем чате, на наших презентациях у наших лидеров. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...